здравствуйте дорогие друзья если вы сейчас видели меня на камере то это только потому что кошка врубала стрим ну то есть она прошла по мышке ну как прошла носить сейчас сидит на ней жопой снова поэтому сейчас вырубится стрим то это тоже ничего такого хорошо вот но тем не менее вроде как все работает потому что мы с вами только что в redfall играли только никому об этом не говорить стрима только что не было хорошо вот поэтому давайте начинать а Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok Как? Какой в смысле? Как много инфы, чел, на телоокацию показали. Это тизер называется, понимаешь? Тиз, то есть, ну, этот. Так, паранормал. Это оно? Интересно. Подожди, мы в это игра... Нет, мы в это не играли. Hello? Эффект рыбьего глаза, фишай. Делает картинку кайфовой. Делает картинку. неплохо там еще трейлер есть теперь все будут копировать on record дорогой друг то что внезапно на хайпе вылетел on record не значит что on record придумал нечто подобное в плане графики мы в хорроры которые обладали эффектом vhs и камеры нагрудные играли еще лет пять назад понимаешь вот еще до того как on record появился таких хорроров было прорво просто и некоторые из них люди прямо удивлялись насколько фото реалистично из этих фильтров выглядели так что ничего нового здесь нет вот а когда выход так построен на unreal engine 5 а когда выйдет мне написано ну-ка steam power так хорошо еще не объявлена дата выхода но мы уже видели трейлер этой игры да да мы в пт играли в пт кстати тоже эффект фиша этот фиша это рыбий глаз то есть оно все такое округлое по бокам то есть ты как будто снимаешь на линзу поэтому все слегка закругленное это очень неплохо придает эффекта присутствия в пт среди прочего было вот что там еще по трейлерам было кайфового да за нами бегает голый мужик подумаем и такие все вроде ничего не было можно идти в брамбл так сейчас секунду дамы и господа секунду мне пишут господи боже мой мне прислали ключ на биомутант на нинтендо свитч играть гоу подожди немного пупсик хорошо тизер дюн еще был до тизера и блин вон сейчас народ уже типа изворчался что atomic card 20 секунд идет я не знаю чем трейлеры от тизеров отличаются глупые глупые какие-то получается о боже анимешники не хотите ли такого что кто играл давайте признавайтесь что понравилось анимешники похоже на геншин японская озвучка лучше это трейлер лучше чем геншин о чем отличается от геншина скажите это игра поинтереснее геншина хорошо пошаговый бой а больше ничем геншин это клон зельды это зельда это клон геншина а это джерпг а это клон финал фэнтези классный трейлер кстати стоп кадров примерно как ну к сцены в рэд фоли сам когда будешь играть у меня есть команда hong kai она помогает что-то играет игра создатели геншина в сеттинге как там сказали научный фантастики научный фантастика то звездные войны это прям я думаю я не знаю какой-нибудь как антихопраксия господи реально 4 минуты идет не играл но осуждаешь нет я я как бы еще раз понимаете я не целевая аудитория этой игры мне такой не нравится я я блин говнюсь с вами не по злому типа если это злит то сходи в жопу чем тут никакой агрессии нет а фокус новой зеландии на свече прокнет я про зельда я пробовать не буду зельда не та игра которую ну прям нужно спешить стриме тем более многие у меня ждут поэтому от того что я на день раньше начну я думаю ничего не выиграю просто поиграем не и основательно поверьте это партию чего-то 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 4 5 4 5 5 5 5 5 6 6 6 за фанатов Геншина и Ханкай, за то, что им нравится играть в их игры. Я просто не целевая аудитория. Мне скучно в таких играх. Вы этот, вы не злитесь, ладно на меня за это, но как бы это просто не мое. Я пробовал играть в Геншин, когда вы мне там говорили, попробуй. Я с вами бегал, я такой вот это вот. Но я просто понимаю, что многим нравится. Но ты же играл в Зельду? Ну, потому что Зельда — это интересная игра, понимаешь? Нет, Redfall больше смотреть не будем. Сегодня я обещал стрим в А4, вот он в 4 стрим, но перед этим я внезапно запустил за 2 часа до немножечко Redfall, и мы побегали в соло. Вот. И да, больше я в нее играть не буду, ладно? То есть Зельду раньше ты не хочешь, а Dead Island за 10к, да? Да, я тебе так скажу. Зельда, она, ну, как бы тебе сказать. В общем, у нас в России Зельду не так много смотрят. Ее по-любому будут мало смотреть. Но я буду ее играть просто потому, что она нравится мне, и она нравится определенной части зрителей. Более того, в основном на Твиче в СНГ ее безложной скромности и гнутых пальцев будут смотреть у меня. Поэтому, ну, можно не рвать жопу с ней, просто потому, что, скорее всего, адвокаты Нинтендо будут еще за это дрючить очень жестко. Так что она будет. Она будет на Свиче, она не будет на эмуляторе. Хотя на эмуляторе я уже запускал, она нормально работает. Вот. Но я буду играть в нее на Свиче, и я буду играть в нее в день выхода. Вот. И это будет, ну, большая. То есть большая такая, как это сказать-то, марафон, короче говоря. Все, да. Вот. Да. У тебя не было артефактов на эмуляторе. Я смотрел ее 5 минут. И такой, типа, ну, все, ждем. Кайф, кайф. Ладно, дамы и господа, пошли в Брамбл. Большая марафона? Да. Пошли в Брамбл. Надеюсь, эта игра меня не разочарует. Надеюсь, эта игра не разочарует вас. Вот. Надеюсь, всем будет кайфово. Будешь проходить прошлую часть Зельды перед этой? Нет. Я ее прошел. А у меня есть порядка... Сколько там стримов на нее ушло? Для того, чтобы ее пройти. Внимание, эта игра содержит откровенные сцены насилия, кровопролития и увечий. О, как. Спасибо. 20 стримов. 15-12. Ну, много, короче говоря. Поэтому перепроходить. Я думал просто поиграть. Но посмотрим. Очень навряд ли я просто буду в нее играть. Скорее всего, мы сразу сядем за вторую часть. Потому что, ну... А что значит продолжить? Я же, ну, я в демку играл. Типа прогресс перенесся. Только я ни хрена не помню уже. Поэтому все равно надо начинать по новой, верно? Эпик. Аудио. Субтитры on. Игра. Так. Язык. Ок. Мне все еще нравится, как у нас подходит к субтитрам. То есть к их стилистике. Смотри. У всех красивые стилизованные шрифты. Русский язык. Когда же вы Ареал, Таймс, Нью Романа, вот это вот все просто прекратите. Ну, хотя я, я, я понимаю, зачем это делать. Поэтому забей. Solvitraveler. Ратур, привет. Не думаешь вернуться в Song of Horror? Думаю. Пыталась найти прохождение в руссегменте. Но там либо Алешенька 2000, либо спидран. Не надо Алешенек обижать. Алешеньки классные. Этой игре нужен супергерой. Я люблю по-гейски. Спасибо за все, что ты делаешь. Я хочу пройти Song of Horror. Проблема в том, что я первые эпизоды плохо помню. Поэтому Song of Horror надо будет проходить сначала. Ну, то есть, потому что я не помню. Алешеньки, не обижайтесь, ладно? Лехи топ. Лехи классные. Игра очень мрачная, если что. Игра очень мрачная, если что. Слушай, потому что я помнил, графика здесь была на порядок хуже. О, кайфово выглядит игра. Че вообще? Я маленький мальчик. Мальчик, так сказать, с пальчиком. А читать что я сам должен? Дорогой друг, на этом канале практикуется некоторое время вера в то, что люди умеют читать. Я понимаю, я могу читать, многим это удобно, но я этого не практикую, потому что на моем канале такая характерная черта. Извини, ладно? Просто я думаю, что актеры, которые старались и с чувством произносили определенные фразы, они почувствовали бы себя лишним на этом празднике жизни. Вот, я думаю, что есть как минимум миллион каналов, на котором вам все прочтут, если что. Не злитесь на меня, ладно? Вот, просто, ну, таковы правила у меня, извините. Какой я маленький сладенький пирожок. Давай играть на английском, а ты будешь переводить. Не, не хочу пока. Я не знаю, с какой страны эта игра? Свиден? Лил... Литлимар. Литлимар. Швеция, как я угадал, да? Литлимар. М-м-м. Как же мне эта игра напоминает что-то? Да, Виллдж напоминает, я думаю, блин, что же она напоминает? Виллдж, четко Виллдж. Подожди, а можно я еще спички возьму? А это что такое? А-а-а. Вообще, я не озвучиваю, как правило, озвученные диалоги и текст, но если озвучки нет, я вам читаю вслух. Ну, если хотите, я могу озвучивать, если хотите. Да. Это напоминает Элден Ринка, а там побеждаешь боссов в подземелье, за ним вот такая человеческая масса. Надя, че-то не хочет. Я просто не хочу, чтобы вы душились. В общем, расслабляйтесь, все, давайте, отдыхайте там. Все нормально, все. Все хорошо. Мне эта игра еще напоминает Труды Вудс. Помните, где там мамаша искала в лесу своего ребенка? И там тоже всякие тролли, хульдры были. Вот это был кайф. Надо будет как-нибудь перепройти. Кстати. Да, это релиз, она вышла уже где-то с полнедели назад, но один джедай по имени Кал и пара всратых вампиров. Я не про Диму и Дангара, другого Диму. Я про вампиров. В общем, не пускали меня, так сказать, посмотреть эту игру. Блин, чат, ну тут прям напрашивается, что надо читать. Я буду читать, пожалуй, но ночью совсем другое дело. То есть, ладно, когда там просто озвучены диалоги, но здесь прям рассказчица. Вот. Лили Мор нигде не было. Олли пожалел, что нельзя спросить у сосновок шишек, не видели ли они ее навайнили. Да нет, чат-то как раз-таки против был в основном. Я же видел. Но если шишки и знали, где девочка, они ничего не сказали. Да, просто, знаешь, я как бы не в обиду, ну, шепелявым. Шепелявые классные в основном такие. Вот. Но просто, когда там профессиональный какой-нибудь Трой Бейкер, там, я не знаю, рассказывает душесчипательную историю, он такой. Ну, ты знаешь, на самом деле, ну, как бы, Джоэль, посмотри мне в глаза. Как-то звучит не очень, честно. Поэтому, как правило, я актерскую игру не перебиваю, понимаешь? Ну, с собой. Я сам шепелявый, у меня двух зубов нет. Вот. Но здесь оно напрашивается, хорошо? Поэтому здесь будет, ладно? Это не буллинг шепелявых. Я люблю побулить всех. Я вас всех одинаково ненавижу, хорошо? Кролик, стой. Ммм, смотри, какой маленький. Шишка встала. Жесть. Много шишек встала. Кайф. Поморчики. У меня не слишком светло на заднем фоне для этой игры. Она же должна быть мрачная. Поэтому нужно сделать вот так, наверное, так. Опа. Такой берешь. И такой. Такой. Оп. И стало темно. Можно игру чутка погромче. А что, играть тихо? Давай чуть-чуть прибавлю. Черный-белый фильтр на ветку. Зачем играешь не черно-белый? Блин, она гораздо лучше выглядит, чем я ее помню. Она была какой-то мыльной такой. А сейчас она прям кайфово выглядит. Это не детская игра. Нет. Она довольно жестокая. Местами, как и Little Night Mars. Хоррор. Тут один процент. Хоррор. Это не только страшная баба в простыне, которая выпрыгивает из-за угла и трясет волосатой писькой. Это, ну, атмосфера всякого разного потустороннего. Это хоррор. Понимаешь? Мистика. Хоррор. Хоррор. Это очень, на самом деле, многогранное понятие. Поэтому не надо говорить, что тут мало хоррора и тому подобное. Бимба, в какой-то мере, допустим, тоже хоррор. Они. Как много шишек. Две шишки и откусанное яблоко. Откушенное. В каком хорроре баба трясла волосатой писькой? Не помню. Да в любом. Господи, лазает по потолку в простыне и... Помните, мы проходили, проклятие? Игра называется Bramble. Bramble — это ежевика. Приписка там, Фагортен Кинг, что ли? Забытый король. Но это не точно. А если опять спички... Ключик выпал. А, горный король. Так, и что за ключик? Наверное, это ключик от этой двери. А еще что-нибудь тут есть? Не, это не самая красивая игра из таких. Ну, Little Night Mars старый, по-моему, самый красивый. Там стиль просто невероятно крутой. Но выглядит игра очень приятно. Она выглядит, ты знаешь, как какая-то диорама. Как будто это все настоящий, вот этот мох и прочее. Как будто маленький кукольный мальчик по этому бегает. Жесть, круто. После джедаев, ты знаешь, глаз дергается от прыжковых упражнений. Там был перебор. Маленькие шишки. Раз, два, три, четыре, пять. Ладно, пойдем дальше. Как думаете, кто это был? Это был Бэтмен. В этом лесу живет Бэтмен. Что? Ладно. Альфред, мне нужно питаться человеческой кровью. Но, мистер Брюс, вы не можете так. Альфред. Свет во тьме. Символ надежды. Искра отваги. Игра также сделана на Unreal Engine 4. Аркейн, ну как так, бля? А что такое, не нравится, да? Редфолл, по-моему, классно выглядит. Приятно, в общем, выглядит игра. Атмосферненка. Блин, а тут можно обыскивать, чтобы найти какие-нибудь шишечки там? Простите, а можно не петь? Тут люди спят вообще-то. Девушка! Девушка! Что это у тебя, спросила Лили Мор? Как красиво блестит. Лили Мор внимательно осмотрела камень. Какой странный, легкий, как перышко. Какой странный, легкий, как перышко. Давай поиграем, братик, предложила Лили Мор. Посмотрим, попадешь ли ты в эту шишку. Ладно, ладно, не поссоримся. Ладно, ладно, все, пошли. Что, по-новой? Еще раз? Я могу. Запросто. Чем-то, ты знаешь, напоминает сейчас по атмосфере Джорни какой-нибудь. Чего вообще? Да, с геймпада игра. Потому что на геймпаде можно вот так вот плавно ходить, а на клавомыше только вот так вот бегать. Лили Мор, ты курила. Что, ты типа поймаешь? Ты думаешь, ты поймаешь так легко? Я что-то профессиональный спортсмен, бейсболист. Крутим. Правильно. О, господи, сейчас что-то произойдет, да? Ожидаемо. А впрочем, ничего удивительного. Соблюдайте технику безопасности. Техника безопасности написана кровью. Доволен собой. Ну, вместе они все дальше и дальше заходили в старые руины. Ого, тут грибы огромные. Я пока не понял, про чего играть. Ну, вроде классно. Ну, как и дело. За мной, братик, я не дам тебе в обиду, сказала Лили Мор. Она никогда не боялась. Хотела бы Олли быть похожей на свою сестру. Лили Мор любила приключения. А Олли любил Лили Мор. И грибы лизать. Такой же. Все, что дальше приключилось с Олли. Произошло с ним под грибами. Блин, игра реально выглядит. У нее стилистика, как будто это диорама. Ну, такое ощущение, что любой кадр сейчас просто возьмешь. И вперед с песней. Это прикольное ощущение. Очень прикольный стиль. Шмонька? Серьезно? Как в той игре. Барри, я ем яблоки. Мне скучно, Барри. Барри, Барри, что ты делаешь? Я вот ничего не делаю. Я яблоки ем. Представляешь, насколько мне скучно? Я съел все яблоки. Барри, мне скучно. Здравствуйте. Тут нам не рады. Какая-то феечка. Похоже на Пайман. Да, не бойся. Я не дам тебя в обиду. Все, потерялась. Все, один ходим теперь. ЛБ пригнуться. Ничего себе. Так, хорошо. А это типа заодно, наверное, и красца? Этот гном называется Тумте или Ниссе. Спасибо большое за эту информацию. На Грога похож. Ну, ну, ну. А могу я его схватить? Ну, типа там, носить с собой. Он прикольнее. И он типа за мной будет ходить? Чего, а? Гномы, азорные и странные существа. Уисички. Днем они живут мирной жизнью, а ночью запираются в своих домах. До этого дня к ним забредали только те, кто хотел их съесть. Смотри, какой ежик! Ежик! И спрятался. Ничего. О, от меня не спрячешься. Ежик! Интересно, а что он нам дает? Дает ли он им ежовое молоко? Попытно. Так, ладно. Ты не бойся. Ничего страшного не произойдет. Это типа ребенок, маленькая шмонька. О, Сури спит. О, это я такой. Кайф. Попытно. Так, даже, могли его взять? Или мне показалось? Здрасьте. А что здесь? Это пикмин, они теперь все вокруг меня ходят? А мы играем в прятки. Да, немного анрейл напоминает. Спрятались. Так, ну первое, допустим, я тебя вижу. Выходи. Это чей там колпак? Она вылазь. Еще одного где-то здесь. Чей там колпак торчит? Повсе. Вот он, гад. Какая милота. Да, скоро, наверное, начнут бошки отгрызать. Знают такого рода игры. Это всегда заканчивается плохо. Так. А ну. Я где-то слышу одного. Да, подожди. Где-то здесь. Не ты ли? Нет. В грибах кто-то есть, но я не вижу где. Ладно, оставим на потом. Я съем тебя последним. Боже, это как обидно. Это он? Я не вижу. Это детская игра. Какое ежье молоко, Артур? Я не про то. Вон он попался. Попался? Так, осталось два. Один там, в грибах, а второй? А второй где-то? Нашелся. Вот он. Давай вылазим. Выходим. Нашелся. Ох ты, маленький засранец. Поймана. Какие сейчас такие? Мясо, 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 мясо. Топоры доставят такие. А есть. Кохит ло, кохит ло, кохит. Дэрфурор. Артур, привет. Видел вчера, начал Бенедикта проходить. Увидев, закрыл стрим и пошел сам купил. За стримом прошел или забросил? Если прошел, то без спойлеров выразим мнение спасибо. Нет, я смотрел его только, но я, как оказалось, прошел половину игры. Так что мы пройдем его. Артур и первые подписчики на твиче. Грубо. Дверь, помогите открыть. Дверь на себя открывалась, если что, наверное. Не зря же там ручки. До свидания. Ну, выдавили из петель. Все, до свидания, пойдем. Это типичный вот этот, как его. Как он там говорил? Картофельный народ. Вот же, да, смотри. Ну. А можно мне откусить тебе голову? Я просто обожаю ежевику. Стой. Ну, я попробую только. Можно хоть лизну? Ну, стой. Ну, подожди. Боже, они голые. Ладно, голых мы не едим. А, типо мне их загнать надо. А-а-а. Комки. Стоило. Так, первый готов. Ну, он, типо, не убежит же, наверное, да? Тебе нужно загнать их в загон. Ну, дай мне секундочку. Я сейчас, я сейчас все сделаю. Я просто не сразу понял, прости. Так, идем сюда. Левый, правый. Левый, правый. Давай. О, друга своего позади. Давай. Оп. Пошли. Пастушей собакой я еще не был сегодня. Дорогие нудисты. Погиньте, пожалуйста, территорию обычного пляжа. Так, технически мы побеждаем. Вообще их пять. А загнать надо четыре. Следовательно, ты тоже пойдешь туда. Да. На общих основаниях. Погнали. Погнали. Вот, давай. Так, куда ты выбежал? Девочка, а ты что стоишь? О. Смотри, какая сволочь. Так, все спокойно. Я хочу всех загнать. Хочу, чтобы ачивочку, я не знаю, там дали. Вот. Все отлично. Да, игра очень ламповая на самом деле. Бассерят филосам это. Ох ты, гадость маленькая. А ты что тут делаешь? А? Ну-ка, быстро лезь. Дверь закрыли, придется перелетать. Ладно, прощаю. Не пойму, про что игра. Ну, она такая. Все хорошо. Смотри. Так, а мы умеем плавать? Ну, походу. Оно погружается, надо поспешать. Ладно. Прыгаем по Пакманам. Это Пеппа. Давай его тоже лежи. Сегодня я не голодна. Я уже съела с утра троих маленьких мальчиков. Проходите. Блин, интересно, тут есть коллектабл? Стоит ли пылесосить? Я думаю, нет. Пеппуайлент, не напоминай, пожалуйста. Сестра! Куда ты меня ведешь, сестра? Долго еще идти? Есть статуэтки? Ммм, блин, статуэтки это такое. Я бы хотел какие-нибудь записочки там какие-нибудь. Он в Бенедикте, на самом деле, очень классно в этом плане. Там прям интересные вещи лежат. А, черт, джип. А, у нас есть спринт. Бжим, бжим, бжим. Сестра, помоги. А я вообще плеваю, такая, ну пойдем, ладно. Так, это мы пригибаемся, а это мы спринтуем. Блин, смотри, как красиво. Значит, и вправду короткое, это я уж думал, и правда а-ля Hollow Knight. Да, я тоже думал, но оказалось, что Бенедикт, я не знаю, может быть, там чисто по сюжету прошли. Но я посмотрел на ютюбе вчера, я ровно на середине остановилась. Ммм, колодец. Они оба были любопытными, но любопытство их вело в разные стороны. Пока Лили Мор бежала вперед, Олли мог чем-нибудь увлечься. Некоторые любят погорячее. Но никто не любит, чтобы было так горячо. Мальчик по травке бежит и хохочет. Мальчику травка пипиську щекочет. Хорошо, спасибо. И вдруг оказаться в одиночестве. Спасибо тебе, мистер Димикс. Молодец. Сестра, я пойду за этой светящейся девушкой. Есть у меня к ней определенные намерения. Подождать тебе придется, сестра. Да постой ты. Люблю я тебя. Остановись. Давай поговорим. Душу мне не дели. Жить мы будем с тобой вместе. Нам не быть. А тебе семья. Так, пора идти, по-моему. Помоги мне. Ну, я думал, что он ей бошку откусит. Я вообще не удивился бы. Он такой... Положил ее в мешок. Течение было сильным, а Оля слабым. У него не было шансов. Но скоро шум воды начал стихать. Оля был рад вновь ощутить под ногами твердую землю. Ах, флэшбэнк. Блин, разбавить вот эти ААА такой игрушкой, это, по-моему, самый классный, не? Я что-то сегодня доволен стримом. Минус битрейт. Да все нормально. Отдохнуть, так сказать, от безумного качества современных ААА-проектов. Поиграть во что-то сделанное... Так сказать, на коленке. Не прочитал до конца, Артур. Когда последний раз проходили колу в Ктулху 2005 года? Где-то, наверное, года три назад. Чат, когда мы проходили колу в Ктулху последний раз? Я не помню. Но не так давно. Я довольно неплохо помню это прохождение. Пока что рано переигрывать в очередной раз. Сделанное с душой, ты хотела сказать? Нет, я... Я сарказмил. Лет пять назад? Лет пять назад, наверное. 2018 год. Вы что, прикалываетесь, что ли? Привет, ребята. Мы с вами уже вместе целую жизнь. Помнится, только создал канал полгода назад. И вот они прошли. Мы так давно вместе. А тут чел такой, да, вчера проходили. Пять лет назад. А когда Сайлент Хилл был, мы проходили серию. Я помню, как вчера было. Четыре года назад? Что, блин, происходит? О, мы опять здесь. Что-то игра перестала быть такой увушный и няшный, да? Маленький мальчик играл в водолаза. Смело спускался на дно унитаза. Так, добрая тетя нажала педаль, мальчик унесся в вонючую даль. Жаби-король не позволил своему новому другу утонуть. Но без сестры Оли чувствовал себя самым одиноким ребенком на свете. Он просто хотел найти Лили Мор и вернуться домой. Угу. Флэшбэкнул он на эти стишочки про маленького мальчика. Но для этого ему надо было выяснить, куда огромный тролль ее утащил. Маленький мальчик нашел пулемет. Больше в деревне никто не живет. Ну вот это вот вы помните, да? С криком кия и ударом ноги папины яйца ушли в сапоги. О боже мой. Целый пласт культуры, так сказать. Требуем марафон по первой и второй пенумбре алхимили. Простите, дедушки дали доступ к донатам. Ну, я думаю, время от времени. Сейчас немного другое в планах. Ценьку. О, грибочки. Ммм, вкусно. Ядовитый. Жесть, конечно, здесь морожки. Не морожки, а морожки. Угу. Что-то дом разрушенный. Совсем понимаю, как они тут живут. То есть они маленькие, вокруг тролли. Я думаю, плакает кто-то тут. Нет? А, вот он плачет. Так, хорошо. Не плакай. Как мы это сделаем, мальчик? Давай ему просто вломим. Он маленький, он сдачи не даст. И заберем ключ. Подожди. Я вижу, что можно забрать что-то, но... Но я... Я не уверен, как мы туда попадем. А, наверное, вот так вот, да? Чет, не бэксить. Ну, блин. Это не такая сложная головоломка, что на ней нужно подсказывать. Прям, честно. То, что небольшая заминка была в 10 секунд, это, ну... Это не страшно. Не плакай, мальчик. И сам мальчик. Как же-то мы с нами похожи на Little Night Mars. Ну, шмоньки. Ну, тут стилистика вообще другая. Да и геймплей другой. Open up. Мы реально идем сейчас в Resident Evil 4. Слушай, а ты с нами пойдешь? Или как? А, он все такой. Уходи. Уходи. Не говори ни слова. Я, которые любят погорячей. Но никто не любит, чтобы было так горячо! Так. Просто обниму. Можно? Спасибо за стримы. Ироткан, спасибо за 500. Я-то думал, там типичные вот этот вот чат. Обнимаю взаимно. Спасибо тебе большое. Так, нам возможно туда. Я пытаюсь что-то найти, но, блин... Нужно ли оно вообще в этой игре? Тут просто интересно вперед идти. О! Че вообще? Кого? Вы это видели? Спокойно. Нормально. Все хорошо. Теперь спокойно. Входим. Оно идет за нами. Оно идет сюда. Залезь в это. Может, я не знаю, что это. Я не могу туда залезть. Может быть, фонарик возьмем? Хотя, ну, типа, это будет привлекать внимание. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы как там? Персону пятую ждете, да? Можно я пройду? Так, обратно вернуться не могу. Подожди, а ведь это была тережка ежика? Ежик. Походу, ежика съели. Не обезвреживается. О! А не обезвреживается. Господи, я не видел вообще. А вот оно. А там еще один. Но. Вот я вижу 11-й, это где второй. Вот так вот просто делаем. Это в третий. Точно. Ладно, я не вижу их. В этом-то и проблема. Не-не-не-не-не. Не налево. Нам, наверное, туда там фонарик. Вот этот я вижу. Я их не вижу. Тут ничего не было. Буквально я под ноги смотрел. Я туда не пон... А, вот, лол, господи. Все, я понял. Не хочу об этом говорить. Тихо, не плакаю. Тебя съедят. А вот и тролль. Господи, что со мной сегодня? Я не знаю. Мы уже поломали мальчика на целый, блин. Давайте попробуем не перепрыгивать пока. Прям. Смотри, там запертый кто-то или мне показалось? Ладно, пойдем. Да, прыжки. Снова прыжки. Спокойно. Отсюда на грибок, да? Блядь, какой грибок. Господи, что со... Я не знаю. Платформинг мне тяжело сегодня дается. Я даже объяснить не могу. Вот на дереве. Я все не привыкну, что этот мох, на него можно залезть. Я постоянно... Блин, как... Я все еще... Я все еще джедай као, понимаешь? Я все еще он. Смотрю, где можно пробежать, где двойной прыжок, там. Луна не в Меркурии. Я просто в Redfall сегодня поиграл. Наверное, после этого мне, ну, в принципе, не сильно помочь сегодня. Хорошо. Ладно, нам налево. Нам... Спокойно, спокойно. Тут нет ничего на полу. Шмонька. Это ловушка была, господи. Лось. Чего началось, ты, господи? Уходим. Ванилька пошла. Да-да-да. Вот. Я не понимаю, ты же прыгаешь наверх. Господи, зачем я прыгнул налево? Хорошо. Играем внимательно. Старательно лазаем по моху. По мху. Сейчас смотри, шутка. Чего началось? Лось. Я горжусь этой шуткой. Господи, чё так темно-то? Дай угадаю. Это вообще какой-нибудь кабан смерти просто расчленяет топором одного из этих маленьких шмонек. И мы такие, а-а-а, типа, детство разрушено. Психика нахер просто. Кабан смерти? Господи боже, я почти угадал. Я пойду, ладно? Я-я-я-я... Я не уверен, куда мне. Мужой, какие приятные звуки. Надо наклониться. Я туда не могу подняться. Я подумал, что можно наверх подняться. Тихо. Спокойно. Какая-то, ты знаешь, милашечка в ушной пошла. Ты ее направо жал. Господи, я не привыкну к этому... О, нет, серьезно. Маленький мальчик по льдинке гулял. Рядом с ним ледокол проплывал. Нету печальной картины на свете. Слева пол пейте. И справа пол пейте. Какая мерзость, господи. Все, давайте я буду нормально попадать. Спокойно, спокойно. Хватит мальчика специально убивать. Я реально, я могу поклясться. Я жал просто направо. Он прыгнул на экран. Я не знаю. Могу поклясться честью чата. Так, нет, он походу здесь... Нет, он... Так я бы все... Я, оказывается, все правильно делал. То есть он не может направо запрыгнуть. Ладно, чат. Для меня это... Привет. Меня зовут Аптип. Я играю в игры уже с вами... Ну, несколько лет, в общем. Вот. Детская игра слишком случна для меня. До свидания. Я вынужден ее выключить. Простите, я не справляюсь. Там он... Он, типа, не может направо прыгнуть. А выглядит так, как будто может. Значит, мне надо спуститься и там что-то делать. Я два раза пытался запрыгнуть направо. Два раза он прыгнул... Прыгал на экран. А выглядит как будто можно, да? Но на деле нельзя. Почему? А теперь там... О, господи, какой бред. Боба. Здравствуйте. Нет. Да что происходит, господи? Я думаю, с его помощью надо разрушить эту решетку. Нет. Ладно. Спокойно. Некоторые любят погорячее. Но никто не любит, чтобы было так горячо. Маленький мальчик на кухне играл. В большую кастрюлю случайно упал. Будет теперь для рабочего класса 40 кило варенового мяса. Мерзость. Матья в глаз. Пога спокойно. Не-не-не-не-не-не-не. Полмальчика тут, полмальчика там. Маленький мальчик по лесу гулял. Когда он... Надо прыгать, когда он бьет по столу. Давай, бей. Пога в нос. О, тварь. Отказано. Пога в него второй класс. По-моему, пора валить, нет? Или еще не пора? Вот-то фак. Там такие... Нет! Там такие зарубки. Аста-лю-лиса. Уже? Уходим. Уходим спокойно. Я прыгну, я не знаю, почему мне так плохо с прыжками. О, боже мой. Я какой-то реально... Для меня это игра... Типа... Дело во мне, наверное, да? Уходим. Спокойно уходим. Спасибо разрабам за автосейвы. Я потом плохо справляюсь? Я не знаю, что такое чат. Я сегодня... Оля чуть не плакал. Я сегодня пельмешка. Всего пару часов назад он лежал в теплой постели. А теперь сестра пропала, а сам Оля несколько раз чуть не погиб. И к тому же с ног до головы промок и пропах сточными водами. Спасибо. Ты не можешь выбирать, я не знаю, после джедая это сложно. Ты нажимаешь в одну сторону, но он всегда спрыгивает только в одну сторону. Начала смотреть тебя по мини-нарезкам на ютюбе. В первый стрим увидел, как вчера помню, когда Стич и Я не хомяк, а тигр играли в амнезию и жались по углам, зовя Блюса. С тех пор смотрю вас с Дашей, не переставая лет семь. Спасибо вам за все, что делаете. Счастья вам и всего хорошего. Спасибо большое вам. Спасибо большое. Мальчик, не плачь. Подождите, я плачу? Кто ревет? Ты ревешь? Кто ревет? Косочки можно взять? Теперь Оля шел в теплых штанах, так как недавно покакал. Что за день? Что за день? Железная дорога. Я так и не понимаю, на самом деле, как этот мир функционирует. Ну понятно, что он... Не плакает. Ладно, хорошо, пойду помогать. Они там все сидят. Надо сверху попробовать их как-то... Спасибо, Чат, за будь здоров. И он оттуда могу? Нет, я оттуда не могу. Простите, Чат, что на вас чихнул. Шмонки, ну вы чего? Сейчас я вас спасу. И вместе мы откроем дверь. Вы мне нужны. Маленький мальчик пошел на хоккей. Мигом упал с трибуны своей. Две головы и четыре руки. Классно в Японии точат коньки. Хороший полберс. Зачем те шмоньки? Ну, во-первых, они как Чат ноют по любому поводу. А во-вторых, ну, они помогут мне открыть дверь. Они помогают как Чат. Неплохой. Выходим по одному. А теперь горбатый! Левый, правый. Давай, оп! Оп! На себя не тянем. Выдавливаем в ту сторону. Давай, вот! Так, отлично! Молодцы! Отцы! По домам. О! О, черт! Это типа моя вина? Так я же даже... Не ходите за мной! Не ходи! Не... Вы прыгать умеете? Вот я умею. И вам советую. Классная штука! Не делай этого! Зачем ты прешься за мной? Куда ты идешь, господи? Игра, ты че? Что с тобой не так игра? Спокойно. Не наступая на капканы. Мы обходим это место. Убийца? Так это они сами как бы. Я вообще ни при чем. Я же старался. Я повторюсь, я не пойму, то ли это сказочный мир, в котором, ну, люди живут, типа, в... Но при этом все маленькие. То ли это просто... Сложно. Очень сложно. Домой вернуться не все. И он такой... Хи-хи. Оставшиеся там. Расшлининные. Пока. Че? Да че происходит? Господи! Милан. Милан. Долбай спрятать. Да я пытаюсь. Так, меня же не видно. Побежали, блядь. Побежали. 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 Спокойно, монстр. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ту-ру-ту-ру-ту-ру. Черт. А как он знает? Он внезапно начинает просто смотреть... О, нет, блядь. Ой, 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 ой. Спокойно. Уходим отсюда. Ладно. Допустим. О, блядь. Господи, тихо. А, тут еще капканы. Ммм, здорово-то как. Бежим. Бежим, блядь. Бежим. Не туда. Какая прелесть. Какая прелесть на игре. А, вон там видно его слегка было. Так. Мелодка. В этой игре нужен счетчик смертей. Сейчас уже, наверное, не актуально. Она прям... О, боже мой. Разработчики реально не любят людей. И детей особенно, походу. Возможно, идея создания этой игры пришла к разработчику, когда он летел пару часов на самолете. В салоне с обитым детьми. Так, хорошо. 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 Чуть-чуть-чуть. Вот так. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Тихо, спокойно там. Вон, короче, обходим сверху. Он волны не видит, что расходятся. Типа, подозрительно. Рыба водится здесь активно, да? Нет, блядь. Тшшш. Простите, до свид... До свидания. Блядь, нет, до свидания. Я могу показать вам анимации смерти, потому что по-другому вы тут этого не увидите. Я слишком профессионален, но да ладно. Рука. Чья рука? Не знаю. Тихо-тихо, спокойно. Уходи. Уходи. Он не уходит. Видимо, надо... Ай-си-ю. Ладно, понял. Ммм... Мм... Ммм... Ммм, вкусно. Ммм... пуля сучка в игре надо отметить мою почти прыжковое упражнение я люблю а не макарова доброра я очень рад за тебя надеюсь она тебя тоже короче эта игра внезапно жестить начала просто шестик жестить особенно когда там я не знаю какой-то мясник расчленять мальчик просто на 2 минимальчиков или полу мальчиков я тоже люблю а не макарова красава нет не сюда явно хотя может быть по этим грибам да наверно ну это зрители с youtube а когда качество будет а чё комменты закрыты каждый раз заливаешь видео она не успелась обрабатываться еще пока что в 360 пик каждый раз миллион вопрос как будто люди реально не видели как видео обрабатывается 9 часовое господи это еще отвратительней опарыши господи это это по-моему самое мерзкое что я видел за последние годы а я как бы в хоррор играю в основном а куда дальше а он туда по ходу куски мяса на которых роятся опарыши и все это в полу грязи в полу разложившимся телесным содержимом полу мясе полу грязи полу каком-то кали так же что я делаю ты черву утопил и он его кушает получил достижение приманка упс а можно было этого можно было этого не делать да наверно вам лаки я просто переиграл потому что ну нужно не делать это вот не делать этого спокойно спокойно прыгай о господи я как бы стрим включила утренний кофе выпить позавтракать надо было раньше это делать ты мне еще скажешь что существуют другие часовые пояса хватит выдумывать шароверы прекратить казани царту привет смотри тебя хотя столько не живут нужен твой совет работаю с людьми в сфере обслуживания доставка все достала хочу уволиться летом отдохнуть и искать что-то другое но что-то боюсь тревога какая-то ну как бы смотреть чел во первых попробуй остыть типа потому что я тоже много работал с людьми и временами хочется начинать их бить ну люди не злитесь вот особенно в торговле доставки и прочим но во вторых просто возьми отпуск а там уже смотри работа делал такое ладно мальчика мы не ладно мальчик ладно прости хорошо но ползет она ползло ладно я думаю тут по-другому можно было пройти на самом деле нам хочешь неограниченно бить людей запишись на бокс я бы сказал еще кое-что у нас точно забанят нас куда нужно записаться если хочешь неограниченно людей пить так фигурка тролля и миша мишка а все жениться это еще хуже чем я подумал мерзость какая никогда себя так не веди больше хорошо это отвратительно у нас бывают отвратительные шутки но я не про это хотел пошутить и как оказалось я не самый мерзкий человек в чате 1 спокойно мы ползаем по гнилому перегною на трупе которые здесь разлагается до глаз жесть круто они будут это вкусно перебор так и куда дальше в этой игре не подсвечиваются места куда можно запрыгнуть поэтому ты до конца уверен не может быть никогда еда сама запрыгивает в чан вкусно пахнет у меня закрыл что мне наверно надо раскачать как в игре и нас болт что полковник они снова поймали меня это благородная мясная плесень мясоделы меня поймут я понял да мальчик такой уже так это ютюбер мальчик здравствуйте это по мне кидаешься а я сейчас обратно кину слышь а это они на него напали о чёрт что-то такое у меня копии летят как если меня убить хотят вот оно что но видение конечно геймпаде в этой игре они мстят за короля я ничего поле стало жаль велика на здравствуйте лемус может и большой но сердце у него мягкая хоть и каменная он просто хотел найти друзей но большинство пугалась его вида для у него глаза как у прибор к кошачьи даже савиной какие-то такие в ночью видишь в темноте в лесу впрочем похоже одного друга он нашел чего у пацана лицо такое пуши он падал спасибо тебе каменный великан хватит блин слизывать вот это вот с мухоморов у тебя проблемы мальчик шмоньки маленькие а чёрт он опять там не подожди что-то новое это то он доставай нож палец ему втыкает не это новый из него вас плагис полезет на спине а ты бей а а а а а а а а блин игра очень прикольная на самом деле а 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 и он окаменел Или это наша блестяшка заблестела? Оле грелся в лучах утреннего солнца. Ему чудом удалось пережить эту ночь. По крайней мере, он снова нашел камень. Казалось, так сестра подсказывает ему, что он на верном пути. Оле? Да, Оле, это Олежа. Ммм, милашно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 я понял так все музыка вроде как утихла я пришла на хоррор а это что за мими ми да игра в общем про мелоту что-то знаешь чем пытаются кролики ой кролики горю кролики ежики ежики питаются ежиками яшерицами змейками мышками ппшками эти комами конечно тоже едят все на самом деле после этой игры похоже придется в запой опять идти аноним не бухай на этом поле мы не погибнем нормально все я уже не доверяю полям одуванчики подуванчики убегают от нас что проснись и бой гога привет своя есть это это ну ну я помогу конечно такое я сам плаваю примерно как и эти стоят смотри неправильно правишь куда ты идешь твою мать скажи подождите скажите ему что он идет не тут до поняту кнопку жмешь ну технически отсюда могу деду опа фигурка гоги его зовут лимус ну гоги когда нэнси дрю комарошки ежевичный для меня шок был когда я знал что для ежиков опасны блохи они тупо сжирают его он даже не может быть почухаться нормально серьезно милота какая природа прекрасная ай а я понял я понял чат танцуем играет мелодия которой мы не можем противостоять так это мы возьмем это нам пригодится так нам нету да так вот там спрашивали где тут хорош ну в общем детская игра там и прочее 3 наблюдает так не подожди нам не сюда нам сюда а там внутри живые есть нет не походу нет можно без опаски делать то что мы обычно делаем оно шатается оно шатается поедно так джедаев мы прошли джедаев мы прошли три дня назад еще 3 не вниз я не хочу скажу честно а ничего хорошего очевидно нет внизу обитает что-то неживое но и не мертвое не упокоено рыщет она во тьме костлявыми пальцами ощупывая мокрые стены смотрит по сторонам и воет где он где джоэль а чё надо было делать стоим не нервничаем ждем не шевелим два с половиной месяца без шуток про last of us серьезно два с половиной ваш счетчик сбитый походу надо было а не нормально нормально все не так уж плохо ну да темно ну че темно значит плохо сразу это вообще ни разу не так то есть ползим да там кто-то ругается ну блин соседи не убирают там кто-то сидит кто-то неспокойный ничего дружок рано или поздно тебя выпустят не волнуйся а я пока пойду так модератор с банхаммером и четыре заявки на разбан не сработала ни одна эти не выйдут сказали они и накушалось оно от души оно накушалось ну все хоррош закончился теперь все хорошо блять какая же жуть господи спокойно здравствуйте я мимо проходил мимо так сказать крокодил тихо ютюберы тихо меня парить а тут это окаменевший смотри грязь как в таймы рекаев и тихо спокойно спокойно не было мутим воду тихонечку по поверхности без плюхов без плюхов я говорю здравствуйте уходим все хорошо где она понял понял класс блять какая так это мужчина либо у него очень маленькая грудь у этого состояния не уверен все го хорошее го беседка сейчас редфул стримит какие-нибудь молодцы я тоже сегодня редфул стримил пару часик мне так понравилось а правильно потому что нечем не палить джим он такой сам так я же прямо на нее прыгал господи как ты не зацепился то я жжал да этом этот момент в демки по снял мы решили пройти полную версию и вот мы здесь спустя год наверно надо чуть-чуть повыше стать я хазек за травку надо да ладно прямо с краешку опа там трава дорогие друзья вы знаете меня удивляете временами своими советами а я блять за что цепляюсь то ну за что прыгнусь тут а мне просто на похер надо было не потраве лезть вот сюда окей хорошо ладно это минус балл это минус балл я расстроился нормально нормально прошу ногу почесал а еще почешу парень запела гитара 1 понял не спешим не спешим наверно нам примерно вот суть застревай мальчик лен фигачит я понимаю о черт мне же за камень надо было прятаться пока мисси о господи боже мой держись стой стой пофиг о нет я не ладно хоть тут сейф-поинта нормально жим жим нет дааааа так и хотел жим жим все хорошо за второй камень олег я этот я если я что-то буду не понимать прям я попрошу совета но пока что очевидные вещи не пишите ну блин что все с с с с с с с с А чё? Нормально всё? Ах, господи, я подумал, что всё, эф. Некоторые вопросы были только что к углу обзора. Так, 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 что это у нас такое? В прошлой жизни Некен был простым парнем, который любил играть на скрипке, но сельчане не оценили его таланта. Люди часто издевались над ним, и только одна девушка, которую Некен полюбил всем сердцем, жалела его. Однажды тычки и побои стали настолько жестокими, что Некена обуил гнев. Он вышел на улицу и заиграл запретные мелодии, от которых люди поневоле упустились в пляс и танцевали, пока их ноги не стёрлись до костей. В конце концов, они умерли от истощения, но их шаркающие трупы всё ещё пытались танцевать под мелодию Некена. Мило. Среди танцоров была и его любимая. Убитый горем, Некен покинул деревню и поселился у озера, куда до сих пор заманивает людей своими смертоносными мелодиями. Казанец, видишь, ещё один человек, который подустал от людей. Видишь? Увольняться, не выход. Лучше просто перед окном. Работа с людьми делала такое. Можно брать перерывы. Всё-таки мужик, но это очевидно, мужик был. Знаешь, игра как будто разделена на секции. Сначала была секция с троллем. Сначала... Вот как жим. Жим. Какой милый дядька. Некен. Некен, подожди. Я так понимаю, заденем любой камень, нас просто максимально кровавым способом убьёт. Нее! Понял? Направо надо. Надо направо! Ладно, поедем слева. Нет! Не настолько слева. Нет! Нет! Спокойно! Всё, я научился. А там огромная высота и об камне, да? Жизнь, он стримачёвый. Технически он нас спас. Спас. Спасибо. Редфулл мы играли вчера. И сегодня, в начале, перед стримом, я провёл стеллс-стрим, на котором мы два часа ещё играли в Редфулл в соло. Поэтому, если тебе нужно что-то по этой игре, то посмотри в предыдущих записях. Хотя, больше Редфулла не будет, честно. Его убило! Хэкен. А нас? Не знаю, я не уверен, что он пытался нас спасти. По-моему, он пытался нас поймать, чтобы сожрать, и в результате это его погубило. ПО-моему, он пытался нас поймать, что он пытался нас поймать. Из-за того, как эта иконка вращалась вокруг персонажа, напомнила всё это Хеверейн. Хеверейн надо как-нибудь перепройти. Ну, я игру наизусть помню. Но, блин, люблю раз в пять лет её переигрывать. Помните, как в прошлый раз у нас Мэдисон лечила Итана просто не теми лекарствами? Он орал, как резанный. Чё ты такой? Останови это! Я такой, я знаю, что делаю. Вот сюда нужно нанести мазь. А он такой, ааа, убей меня! Просто убей! Ох, хорошо было. Было-делало-было. Джейсон? 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 Так, подожди. Сюда? Выглядит так, как будто сюда, судя по... А, вот. Видите, он не цепляется. А вы говорите, что я неправильно лазаю. Он временами не цепляется. Просто есть некоторая, так сказать, дубовость. Вот. Либо просто, ну, я неправильно жму кнопки. Терновник подбирался всё ближе и ближе. Ему казалось, что тьма овладела его сердцем. Так, спокойно. И наполнила его страхом. Оно разгоняет! Оно... Кыш! 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 Отойдите! Затем появился свет. Я какаю. Какая-нибудь владычица озера. У них лица такие кукольные у всех. Кыш! Это не сестра. Тува была светом во тьме. Она наполнила его сердце отвагой, а камень своим сиянием. Терновник разросся там, где воцарилась тьма, сказала Тува. Следуй за светом. Ты найдешь то, что ищешь внутри горы. Тувинцы плюс чат. Мы пока что пойдем вперед. У нас теперь есть постоянный источник света. Тува в скандинавской мифологии является проводником света в темных лесах Швеции. Хранительница истории леса имеет несколько обличий. Блин, а какой, смотри. Он похож на человека лося, потому что у него руки вместо копыт. Что? Он какой-то странный. Это какой-то мутант. Бежим. Я не доверяю этой игре. Мы не видим. Блин, это было закрытой вепкой, наверное. Кайф. Быстрее, быстрее. Потом спрашивают, зачем в атмосферных играх вепка? Я говорю, не нужна. Нет, нужна. Оставляй. Не. Вот так вот выходит. Так, можем пройти сюда. Наверное, тут фигурка какая-нибудь лежит. Или что-нибудь в этом духе. А, понял. Я сам, походу, какой-то ища дети мы, потому что... Яркие вспышки... Меня раздражают. Мы придумывали тот игр с яркими вспышками. Минус балл. Минус балл. О-ху. Эррибор. О, Гога. Привет. Принк, принк. господи боже что это убила понял мы можем прятаться и пока бежать да муром прикольно хотя это похоже конечно на звуковые волны от хеккана на опыте прикольно длинная лигра часов на 5 но ваше исполнение на 6 давай родимый побежали боже нет 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 не надо сюда смотреть здесь никого нет смотри если там были такие с длинными колпачками зрители на твиче а сморошка на главе зрители с ютюба вот а предыдущий был модератором ну то есть хеккан да который всех плющил то это став твича который пришел и вообще всех плющит вообще всех такое что вы тут делаете не осудил бон нет нет я тут ничего мне кажется он знает наверно нам поэтому бревну на спокойно мы прикольная игра мне очень нравится на самом деле роскомнадзор не до роскомнадзора с мнением еще не добрались темпами когда-то это было мирное королевство где правил великий король теперь его образ олицетворил тьму которая опытала мир тернар ты наверх должен был прыгнуть мальчик господи далековато а с чем ты ассоциируешь себя конечно же с главным героем вы спросите но если предыдущий монстр был модератором то почему он гонялся с тобой это как те модераторы которые постоянно банят а я им говорю на учебу его забанили там и они потом говорят мы и тебя забаним я их самих боюсь узнать эпичные модераторы жесткий очень у меня мышка запуталась геймпадом может наверх просто сука ты такой маленький дурачок живой смотри вот эти вот вопросы возникают в игре пару раз ну вон же на нем мог по нему можно забраться на нет ладно просто ползли направо что-нибудь такой просто направо надо идти ну конечно же я понимаю что тут вариантов тоже не осталось а теперь вниз вот и все теперь в сторону он погнали что это было также гонка помоги гонка смотри и закрыл самый кайфовый парень это сделает арты по этой игре того и рассылает десна лимус никогда бы не оставил своего единственного друга в беде как нет пообнимая выход ооо мой любимый гока ладно пойдем Оле похолодело внутри, когда он увидел предупреждение для отчаявшихся матерей, несущих своих младенцев Предупреждение, умолявшее не совершать невыразимое деяние, на которое те решились А где? А, вот этот чел-медосвин, который я видел там С человеческими руками В этой истории Ленис, как орлы бы в Властелине, если бы он нас просто отнес до горы, игра была бы короче Ну че ты начинаешь там? Ок, ок Типа, под луной звездами бросить ребенка в пучину морскую или просто оставить его, непонятно Я думаю, да, Гога просто не голоден пока Учитывая игру Когда голосование по наказанию будет Так не следовало делать? Наказание будет скоро Голосование будет еще скорее Что ты делаешь? Возможно нам нужно каким-то образом Ну там А, я понял Да потому что камера Можем просто разогнаться, но из-за того, что там камера такая Ты не видишь, когда прыгать Или вот сюда Вот сюда, может быть, с другой стороны Угу Вот это, по-моему, сильнее наклоняется Ладно, попробуем со второй Ты знаешь, я сейчас понимаю, что вот эти вот всякие там Желтым цветом раскрашенные там места, куда можно залезть в харайсон Это как раз для таких, как я Для таких, как ты тоже, чат Не выпендривайся Ты больше меня видишь, потому что ты не играешь Лох, это ты лох Лошара Нет, я не такой Нет, ты лох Дайте ему на час бан Дайте ему бан на час А, я тебе писал один, а потом написал второй Нет, тобой им дайте тогда на час бан Оба лохи, получается Миша, что? А, нет, я не такой Он писал, наверное, в смысле, что нет Он ничего не видит Там, типа, все Ну, все равно бан Эээ, забей Неважно Неважно Выделяются тут, да Ладно Глюк и обратно О, боже Глюк и обратно разбаньте Он, походу, невиновен был Да ладно, оставьте На час, ничего страшного Умнее будет Под руку подлез Ох, какая прелесть Господи, боже мой здравствуйте рейперс рейперс из твоей глазенки джейперс рейперс прелесть какая вилочку я бы забрал чтоб кого-нибудь тикнуть ей господи боже грязная вода и болото что может пойти не так стемнело между тем как игра смотри сам типа нравится ли нет на мой взгляд прям офигенно и что ты вообще не ожидал что она будет настолько клевая и скользкий сразу тонет поначалу ты знаешь играть его такая вот смотри у нас тут все мило у в ушечке берет классная музыка играет ежики бегут все такой светлые цветастое потом на нахуй расширененка кровища опарыши разлагающиеся тела ты такой не такая да нормально неплохая игра рвёт шаблончики местами так спокойно да я же прыгал ну да под тенистик господи 499 как тебе не стыдно а как же озвучка при этом тип спасибо за стрим очень помогать не грустить а ты не грусти кататлен чат доме доме боже это те зрители которые всегда смотрят что на ютюбе что на твиче но никогда не пишут в чат никогда без единого сообщения уже восемь лет тут сидят допустим это они так туда я не пойду спокойно не трогать мои ноги так они меня не трогают чуть бояться камера уехала куда она уехала скажи чтобы возвращалась спасибо катрин потому что обычно это важно чат молчит и кто смотрит без лайки и подписки кому нужны эти лайки и подписки особенно подписки не подписывайтесь это не поддерживает стримера хотя если очень нравится джефф безус то можете подписаться налево-направо но вообще налево но схожу направо так направо не пойдем да 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 это смарик боже как он хорошо это отображается мод по сетям кайф подожди я могу заглянуть ну рыбацкие принадлежности все эти ящики для крабов и прочее всякое там для раков вот этого всего туда можно я пока не понял кто тут будет нас бить возможно это то самое чучело допустим а теперь наверно нам стоит возвращаться либо попробовать подняться по ней это дайлся к хогвартсу типа того а ну давайте попробуем залезть и чай-чай-чай а вон туда налево сейчас наверное да зачем лодка вот она что может не для крабов а для маленьких мальчиков я бы сказал для маленьких утонувших мальчиков маленькие утопцы ушечно гладали кость смотри это относительно новая лодка и в годах все происходит что-то как-то не особо мило по моему вот черт выглядит не очень гостеприимно по сейчас 2023 а понял спасибо хозяева добавить в спесь что это такое и добавил смесь видимо добавил ребенок плачет так у меня нарисовано слева сверху кружок и треугольник чтобы это не значило пути окна квадратная допустим найдено и не знаю какую смесь добавлять но она не добавляет о господи твою мать рываясь в эфир вернулась вчера из пятера или ноги унесла так сказать страшно замерзла от ледяного ветра стримы не смотрела так что вот сидя на ств ну и пару новых тату сделала хе-хе-хе всем хорошего стрима си люблю хлебушек насчет ели ноги унесла так сказать из питера не можешь мне сказать что там в питере происходит недавние новости чел просто шел и нашел чьи-то ступни хозяина не нашел а другой чел просто выносил мусора нашел в пакетах расширенное тело это же какой-то пипец вы чё там вообще чё у вас там происходит плэд я понял что делать если что так теперь ромб круг крест а ну-ка ты у нас что круг есть добавить квадрат нет не нужен ромб круг крест так это что ромб добавить так как крест у нас получается вот это по-моему на ой умный мальчик колдует на мальчик колдует летом и шашлыками пахнет жесть подожди нужно просто круг крест а ну-ка допустим крест круг ромба три кружка у нас в питере просто хоррор квест проходит правда пока особо в таком участвовать не хочется я понял так берем короче ромб да смотри берем ромб на него делаем раз два три так получается или как это сделать или может быть тут еще что то есть просто может я не все досмотрел секунду чат ведь я не читаю я понял так а можно это все сбросить тогда я не знал я не знал что такое вообще есть чат не подсказывает зато когда будет реально сложное что-то я буду спрашивать у вас ответа как вчера блин на в бенедикте чат такой пук 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 с рейк пук 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 писька ну понимаешь а когда очевидные вещи конечно же чат будет сейчас мне писать классика так ромбик тут же изи да поэтому и подсказывайте потому что изи вич крафт зерей варенье сюда явно что-то надо ставить что-то маленькое да блин она круто озвучить я не буду это озвучивать я не буду портить момент Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... Прям ASMR был, хотя я ASMR не люблю. Маленькая штучка, которую туда вставить, это, ну, в общем, оказалась вот эта штучка. Так почему? Так по кочану. Потому что это специально говница просто. Не успеваешь за текстом. Да-да-да. По-моему, мы только что между делом призвали... Здравствуйте. Путюль вешаете, да? Путюль, да? Чё там, кто-то реально доказывал, всё ещё детская игра, да, там? Ох, кайф. Так. Что там было? Захочешь подписаться на канал? И сразу ты пойдёшь тогда в анал... М-м-м-м... Бутылочка. А, я понял, что я делаю. Чтобы подняться наверх. А ты просто по полочкам не можешь, как в Little Night Mara, это сделать? Ты глупый? Очень мотивирует. Да. А я могу сразу две взять? Не, не могу. Можно было ещё одну вот тут, вот около этой вешалки. Это ж вешалка, да? Классную вешалку она устроила. Мы всегда знали, что ты только про жопы рифмуешь. Более того, мне один чел написал целое сочинение в комментах на YouTube. Назывался психологом и сказал, что... Что, у меня идея фикс на жопах и на аналах. И все шутки про анал и говно. Я написал, да, и... Ну, типа, и... Ну, как бы, да. И чё? Как будто что-то плохое. Господи, эти люди... Срывают покровы один за другим. Так, а чё дальше? М-м-м... И ты мне ничего больше. Да, они... Он пуританин. Ох, пуританин. Хотел сказать, просто очко тёрт. Но потом понял, что это в очередной раз подтвердит его теорию. И перестал. А, вон ещё лежит книжка. Ой, шо за день, спать хочу. Простите. Хорошо, а то как... Ведьма опередила его. Оля понимала, ему нужно спешить, пока она не закончила ритуал. Если он не догонит женщину на болото, поглотит ещё одного ребёнка. Но он не знал, что ему хочет помешать кто-то ещё, поветуха. Которой были нужны всё новые тёмные души. Ох, Dark Souls референс, что? Боже мой, боже, боже, боже. Прикольное место. Напоминает DLC к резику седьмому. Где мы там кулаками стучали по этим перемешкам. Ну, выглядит надёжно. Нам, походу, сюда. Давай туда сходим, посмотрим. Джулия. Линтор. Адетан. Какие-то странные имена. Какие-то Пруклятые. Там, кстати, в 19.00 трейлер Дюны выйдет второй. Посмотрим. Давай, знаешь, как сделаем? Давай после стрима посмотрим. Либо завтра с утра. Ну, не с утра, в смысле, а в начале стрима. И утонул. А существо сзади экран видно? Нет, ему не экран нужен. Он сюда не за ним пришёл. За вами. Ну, да, да, плохая идея была. Хорошо, что делать-то? Туда не пройду. Подожди. Ты утонул, просто взял? Освяти местность? Ну, я только что это сделал. Но мне всё же нихера нет. Хотя... А-а-а. Умно, умно. Умно. О, опять эти ящики, из которых соскальзываешь постоянно. Не направо. Да господи боже, что ж за день-то такой сегодня? Миллион падений. Не угадал? Да, не угадал. И чё, и чё? Миллион падений. А куда? Вот так вот, хорошо. У меня эта скрипка на заднем фоне начинает напрягать. Она нагнетает. Она нагнетает. Мы погружаемся временами. Денис из Омска. Артур, привет. Без агрессии. И не надо меня в попу посылать, но у меня вопрос. Так, предисловие уже нравится. Мне кажется, или ты потерял вот эту страсть к прохождениям игр. Последние полгода вот как-то стал замечать это. Стал к этому относиться, к этому уже больше действительно как к работе. Sorry, если ошибаюсь. Денис, я тебе так скажу. Во-первых, ты ошибаешься. Хотя, конечно, со стороны может быть и виднее. А во-вторых, мне это пишут примерно с того момента, когда я Диосикс на Ютюбе начал проходить. Понимаешь? То есть, что мне это надоело, и что я, ну, в общем, уже охладел. Вот. Ну, ты знаешь, я такой человек, что если я охладел, я просто перестаю этим заниматься. Дело тут не в деньгах. Я найду, как деньги заработать. Я умею. У меня опыта, ну, в разных работах достаточные. На других работах я даже больше, чем тут могу зарабатывать со своим образованием. Вот. Но просто я люблю играть в игры, и я люблю играть в игры. Я вот сегодня, допустим, до основного стрима запустил дополнительный стрим. Потому что мне хотелось, ну, еще с вами поиграть в Redfall. Ну, блин, о чем это говорит? Ну, о чем это вообще? Ну, все хорошо. Я вам честно скажу, если мне надоест. Если мне надоест играть в игры, и я, ну, буду считать это чисто, там, каким-то бизнесом, я вам об этом прямо скажу. Вот. Иногда, несомненно, бывают моменты, когда, ну, прям не хочется стримить, но это такое, понимаешь? О, какой кайф. Понял? Вороны сосут в жопу. Игры всегда были моей страстью, и поэтому... Пока что ничего не изменилось. Я либо играю с вами, либо играю без вас. Даже когда у меня выходные, я играю в игры. Поэтому... Ладно. Что делать-то? Вставай! А я понял. А это хорошая идея? Мы это сразу поймем по возросшим стримам по Рэйчеду Леженс, или как там? Ну, то есть не понравился Рэйчеду Леженс. А, по-моему, игра кайфовая была, кстати. Что? О, господи, блядь. Ой, блядь. Нет, 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 нет. Нет. О, господи. Если вдруг... Кому-то из вас хочется что-то сказать, то я сейчас поставлю Рэйт... Рэйт... Эмот-мот. Поэтому заткнитесь. Убей ее, блядь! А! Нормально, наигранным было. Неплохо выступил. Угу. Ладно. Она оттуда лезла. Вот отсюда. Надо в наушниках убавить, наверное. Репетировал? Все утро, все утро репетировал в туалете. Дальше говорит, что за звуки? Я говорю, репетирую. Допустим. Бля, какая же душка. О, блядь, господи. Спокойно. Но оно не страшное, господи. Актер растет. Куда уж расти-то, чел. Если только внутрь. Спокойно. Спокойно. На мужика встретил. Видели? На мужика. До свидания. Поехали отсюда. Всего хорошего. Давай. Оп. 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 Потихонечку. Оп. Отлично. Оп. Молодец. Оп. Ух. Не, вширь мне не надо. Расти вширь? Не-не-не. Не хочу вширь расти. Да мне и сложно это. Это было в демке? Да нет, в демке было только про скрипача. В Бенедикт еще будешь играть? Скорее всего, да. Зависит от времени. Завтра чат выходной. У меня взрослые дела. Мне нужно будет перекопать огород. Может быть, после этого что-то будет, но у Даши были идеи, в общем, устроить день обжираловки. Ну, купим там мясо, сделаем шашлык. Скачаем. Ну, в смысле, приобретем какое-нибудь кино. А ты вручную копать будешь? Конечно. Но там не так много копать. Я просто, ну... Я же стример, поэтому устану. Спасибо. На месяцок. Так. На юг, чел? Я на юге живу. На море? Да ну нахрен ты там на море ездишь? Там же ебнешься. Я не знаю, этих тюленей. Ну, я-то сам, конечно, Ален Далон. Когда выходишь на пляж в Анапе, там просто, я не знаю, тюлени на прибое. Огромное количество там даже плюнуть негде. Лежат. Вот это вот, понимаешь, ну его нахер. Не люблю я такое. А зачем я прыгнул? Я думал, что там что-то... Там твердая земля. А это отражение оказывается. Да, ну просто подумай. У меня теща в Анапе живет. Я, то есть, могу поехать с Дашей. Я тут в Краснодаре живу. У меня это два часа на электричке. В квартиру. То есть, не снимать ничего. Денег вообще не уходит. Но при этом можно нормально там отдохнуть. Ходить купаться. Там просто, ну, там дышать и прочее. Ну, типа, отдыхать. Можно. Но что-то я как-то летом не хочу. Знаешь? Вот, поэтому есть немного другие планы. А там посмотрим. Подожди, это корабль какой-то? А, подожди, ну да. Ну да, точно. Хорошо. А что дальше? Приезжайте к нам на Колыму отдыхать. Я бы на самом деле съедил. Ладно. Опять, опять не совсем понимаю. Опять отвлекся. Понял. Так, хорошо. Так, я типа залезу. Нет. Сука, ну зачем ты тут почему-то тонешься сразу? Господи. В Новороссов. В Новороссе красиво. Ну как красиво. Просто, ну, горы со всех сторон. Огромные. Ну и город красиво, Новоросс, вы не подумайте там. Новороссе красивый город. Полтай. Можно. Ну, короче, блин, чат. Мне надо сейчас предлагать. Чат, я потерял. Я утону. Сейчас начнется, да, как бы. Я просто был, да, в Новороссийске. Там красиво. А, я, кажется, догадался. Все, я... Подожди. Теперь вот так, да? Не, подожди. Что я делаю вообще? Я реально немного потерял мозг. Извините, конечно. Вот теперь нам нужно сделать это, а потом мы вернемся сюда. Все, я просто отвлекся, простите. Вот. Так, теперь делаем вот так. Теперь возвращаемся назад. Окей. Прыгим сюда. Сюда. И сюда. Так, вот так. На корабль можно? Походу, можно. Тут лестница есть. Кайф. А там, наверное, что-нибудь вкусное лежит. Долго думаешь? Блин, ну извини. А нам сюда и надо. А типа можно какую-нибудь найти фигурку там или что-нибудь? Я вот думаю, можно. Нет? Чуваки, которые советуют Питер, на самом деле приглашают смертельный квест Сибири Человека по частям. Я же говорил, сейчас начнется. Одни начнут говорить какие-то вещи. Обе же. А другие будут говорить, что эта фигня лучше вот эта. Поэтому все, закрыли. Лезь, лезь, мальчик. Так. Почему она у нас передумала? Из-за того, что мы в воде? Или тут просто территория соседней, их тони, и она сейчас начнет нас жрать? Приезжайте к нам в Таллинн. Ты знаешь, друг, я думаю, в ближайшее время не получится. Давай на чистоту. Все, чат, давайте там куда ехать, а куда не ехать. Мне лучше туда не ехать. Фу, говно. Вот сюда лучше ехать там и прочее. Давайте просто оставим, окей? Ну, типа, разберусь. Ну, типа, блин, если надо будет отдохнуть, то, может быть, я в Краснодаре здесь отдохну. Я тут в Краснодаре видел три с половиной улицы за два с половиной года. Потому что у меня просто не было времени. Времени даже. Когда боятся, не знаю. Когда скажут, наверное. О, нет. За мной что-то конится. Так, хорошо. Я думаю, это к России. Полезли. Игра длинная. То, я думаю, что не очень, на самом деле. Так, и че, и че, и че? Чего я добился? Ну, ладно. Я просто побегу вперед. Да? А зачем я это сделал? А теперь я побегу... Вперед. Мне надо падать. Ты такие вещи не делай, ладно? Да, темная вода, это особый кайф. У многих фобий есть на этой теме. О! Опять эти. Гост-вотчеры. Которые сидят на стриме, но никогда ничего не пишут, лайки не ставят. И просто такие, посмотрели, закрыли. Вот они. Понял. Они меня не сильно любят. Угу. Спокойно, ребята, спокойно. Скоро обработается, не волнуйтесь. Скоро все будет уж. А как это? Я просто задел, видимо, задевать нельзя. Не любят они этого. Хе-хе. Мы не пишем, потому что ты не читаешь. А, вот оно как, да? Спокойно. По-моему, они... По-моему, они сходятся вокруг меня. Но это... Не точно. Ой, не... Ой, не точно. А куда идти-то? Господи, боже мой. Отойдите, пожалуйста. Мне только спросить. Простите, пожалуйста, мне только... Только спросить. И вообще по записи. Фух. Я, которые любят погорячей. Но никто не любит, чтобы было так горячо. Я в Юнифсе, Чебудуум. Можно устроить совместную сессию раздачу фотографов, переходящую в семидневный запоп. Собственно, я уже начал. Неси сию. А, запой начал? Молодец. Спасибо. И тут она посмотрела ему в глаза. И он умер. Девушка. А, да? Девушка. Девушка, прекратите раскомнаться. Я пойду, ладно. Спокойно. Медленно идем к ребенку. Спасаем его. Уходим отсюда. Медленно. Ага. Медленно. Медленно. Олли опоздал. По крайней мере, он смог похоронить дитя, как положено, чтобы оно не стало очередной темной душой. Ну, все еще миленько, как бы, да. Во тьме он увидел свет. Горе и вина лежали тяжким грузом на сердце Олли, но теплое сияние успокаивало. Следуй за светом, сказала Тува, и он послушал ее. А, это опять Тува? Она подурнела с предыдущей встречи. Макияж смыла? Unlucky. Люкт Губе был старше этой горы, почти так же стар, как и сам мир. Он был хранителем тайн, собирателем историй. Затува, богиня леса, как там еще сказали, которая принимает разные обличия лесных историй, что ли, что-то такое. Это не она, другой персонаж. Так, поясните мне. Вы же мне сказали, что это одна и та же. Это не она. Ага, ага. Так, хорошо. А почему ее и ту зовут Тува? Ну, вы меня сами запутали, вы сказали, что вот она такая, и она принимает разные обличия, и вот я собиратель истории, да. Там просто цитаты и слов была. А-а-а. Да? Это цитата была? Ну, а народ не открывал, но я подумал, это художественный прием. Ну, ладно. Цитата. Чу-чу-чу. Давным-давно в одном мирном королевстве жили король с королевой, у которых не было наследника. Долгие годы они мечтали о детях, и, наконец, королева Магдалена понесла. Она родила на свет долгожданного сына, которого назвали Ульриком. Но годы выдались тяжелыми. Врачи не смогли спасти Магдалену, король потерял любовь всей жизни. Дни его потекли, наполненные тоской по умершей. Тем временем Ульрик вырос в цветущего полного жизни юношу. Годы, роды, да господи. Читата. Читата. Читата, не буду читать. Я спать хочу, я не знаю, что сегодня такой. Принц был единственным, кто сдерживал тьму в сердце короля Нильса. Однажды принц Ульрик заболел, чего только не испробовали врачи, но он слабел с каждым днем. Тогда они рассказали королю о легендарном цветке, которым, по слухам, ведьмы лечили любую болезнь. Нормально. Множество ведьм пало от его руки, но цветка нигде не было. Жесть, прям в лицо воткнул меч. Так, а че у меня мышка заехала на геймпад, я постоянно вращаю камеру, не контролирую ему. Да, арт в игре прекрасный вообще, практически весь. А я могу туда пролезть так? Нет, не могу. Жесть. Жесть. Не дочитал, в смысле не дочитал, дочитал, там не листалось дальше. Не дочитал? Ну че прикольно. Если вдруг, не дай бог, господи. Я не могу дальше. Да, дочитал. Вроде дочитал. Да блин, ну, вы понимаете, как бы стримера каждый норовит обидеть, а в результате, ну как бы баны получит не только лишь все. Надо мне бесить. Улле хотелось остаться в теплом свете библиотеки, но он знал, что ему нужно попасть на гору и найти Лили Мор. Вдруг он услышал знакомый голос. За мной, братик. Я не дам тебя в обиду. Совершенно неподозрительно. Привет, что это за офигительно добрая игра. Мертвые младенцы, геноцид ведьм, но ванильник и так все. Ага. Так, подожди. Его сейчас. Вы слышали этот смех? Он добрый. Углажил, геноцид агент игрок. самый странный стояк на свете это хульдра не менее не давали вот черт минус дерево а мудаки у по на и чайчик манаки а я так интересно там справа что-то пульсируешь на дереве и слева что-то пульсирующий на деревьев я там таким образом надо перебираться она уже сработала втроем они придут а больно тебе шлю андро на получи она скована и ты успеваешь добежать но сами бежим сюда опа нет 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 что это и ржет ну ты посмотри мне ой проблем да господи как неудобно ай не дотягиваюсь понял ой 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 интро и моряр спокойно спаку спокойно на получишь как тебе такое нравится тебе что дальше а там еще висит волк их 5 а там чел как это наверх тянется с 3 видишь причем тянется он все и но а и и нет суккуб это холдера и да я видел что это дети на деревьях висят да я видел я просто не сказал этого вслух но это значит что я не видел ну конечно же а все а все что раунд 2 окей понял ладно мы сейчас поищем ты не волнуйся музыка очень классная в игре но на этом поспать я имею ввиду в первую очередь вижу лол спокойно чат я просек фишку в смысле что она делает она опять это делает это нам не нравится это мы не любим о нет бежим нет нет отойти господи как сложно наводиться у кого-то пьяный чипче да свыся ты не попадаешь ты в дерево попадаешь друг как думаете всех уничтожил мне кажется нет еще нет а где она вон вижу более прикольно красивый язык длин гернинг мотоцикл забудешь лингвисты наверное согласятся со мной но падай а теперь пришла пора бит Тебе. О, черт. О, черт. Най-най-най-най. Сюда, отсюда, отсюда. О, черт. О, черт. Вот через сволочь. Вручи, гадина. Я-я. Сложно, да не, нормально. Музыка как будто в ведьмаке... Чел, если ты слышал о том музыку, то есть такое направление, только в ведьмаке то, ну, не значит, что она-то не сворована. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Господи. Какое дребиоцки! Все, пора окребать, чел. Ужас... Господи. еще детей убивать интересно можно было не бить что все идея мы тут даже не знаю чем занимаемся а Очевидная аналогия с королем. Это будет иметь последствия? Вполне вероятно. Возможно, в игре несколько концовок. Есть мнение, что я мог не бить? Да, она первая начала. Детей загоняла в лес и жрала. Так что получи, получи. Что-то наделал Олли. Возвал к нему голос Олли. Не детей, а мужиков. Там дети на деревьях висели. Какие мужики. И вообще тут, ну как бы, все виноваты. Все огребают. Извините, конечно. Господи, чат. Там были маленькие мужики. Дети-мужики. Да, все. Закрыли вопрос. Лесу, походу, тоже хана. А что он? Данная игра является аллюзией на современный мир, который своими действиями, несмотря на то, что находится в колыбели цивилизации, разрушает все вокруг себя и, так сказать, мать природу. Так вот, благими намерениями, мы прокладываем дорогу к пеплу, разрушениям и поваленным деревьям. Она была так молода, так прекрасна. А мы нанесли удар ножом 58 раз. Сегодня в передаче Себеныша. Так, ладно, простите. Это тоже мужики висят, да? Ну, я себя долго кашлят. Ладно, пойду я. О, кто это там идет такой наверху, видите? Исчез. Че вообще? Так, кто-то шел. И даже конок. Игру-то понял. Разум и хил, ты реально у Блэк Дога пытаешься фестафету перенять что ли? Задаешь тупые вопросы. Понятно, что это ведьмы. Те самые, которых тут король. Вообще, мне не нужна тут камера, а тут должен быть атмосферный момент. Красиво. Красиво. Убер-то. Ну, это тут шел. Давай. Хорошо. Красиво. Сколько здесь. Нет, здесь уже с ней. Подожди. так но мы почти угадали не пойдем получается посоветуешь ли это игру к прохождению это посмотри самое с тебе нравится то что на экране происходит экстраполирует на 5 часов примерно кельсху киш не ищут эль коменте так допустим это можно почитать и вообще что-то из этого понятно а вот и хульдра но тут хульдра надо отметить было гораздо лучше сделано чем в одной игре в которой нагонялась за нами отрывал нам голову так отожмем мизинчик безымянный пальчик отожмем средний пальчик отожмем указательный пальчик fuck что же с этой игрой не так господи а ключ надо взять отдельно понял ключ я так понимаю от двери что написано ставь инвантор ходорин при гильдар шефей никто не принять я тоже думал что это нож сначала гробики кругом жесть подожди он чё жрет там пожиты нежить класс спасибо не привет артур чаще хорошего стрима в нашу маленькую липту в мир большого стрим лера меньше чем 3 спасибо тебе большое не спасибо за поддержку спасибо здравствуйте просто прохожу мимо спокойно а там дети зомби для чавка не идет приятного вот так тихо тихо спокойно ладно это не к добру я понял что это у нее на спинах такое типа что-то паучье это или это поросль то может быть мы сможем в окно залезть по ходу нет придется между ними проходить по воде этот лес проб ладно спокойно я думаю что все самое дерьмо мы тут уже повидали похоже нет класс как игра кайфовая мне нравится очень давным-давно стоял рядом с большим лесом мирная деревня но однажды в полнолунии людям стали пэ стала появляться красивая женщина с длинными темными волосами которая скрывалась в ночной тени мужчина один за другим следовали за ней в лес некоторые из них так и не вернулись а те кто вернулся сошли с ума в конце концов жители деревни потеряли терпение они начали ловить всех молодых темноволосых женщин и судить их за колдовство они казнили ведьм в надежде найти ту самую но мужчины продолжали исчезать во время полнолунии отчаявшиеся жители деревни сожгли добрую часть леса в надежде найти эту странную красавицу но безрезультатно тогда они лишились разума они убивали собственных матерей и дочерей они сожгли еще часть леса который давал им пропитание ой я че-то слишком быстро перелистываю однажды ночью когда луна сияла ярче всего пятеро смельчаков решили взять дело в свои руки они надели плащи и отправились в выжженный лес на поиски темноволосой женщины через некоторое время они увидели ее на поляне мужчины были мгновенно очарованы и последовали за ней самую чаще она была оборотнем который заманивал мужчин принимая желанный им образ но каждый но когда они подошли достаточно близко чтобы ее коснуться она превратилась в чудовище она вскрыла и грудные клетки подвесила на деревьях и вытянула странную энергию из все еще бившихся сердец и больше их никто никогда не видел и живем там дети висят они мужики я же говорил вам говорил вот дети дети ничего не понимают вообще господи эти люди нацарапано не входить электро щитовая чевкотня продолжается вот и чё плохого в том что мы грохнули а кто тебе сказал что что-то плохое тебе никто не ругал за это даже наоборот дали ударить ее 28 раз наверняка так сказать игра вышла 30 апреля но недавно она вышла недавно артур хотел сказать что-то хорошее но могу сказать только спасибо большое человеческое спасибо бывают люди которым не дает покоя голова и они вывалят весь бред на окружающих эта игра похожа на это случай пять часов мерзости хотя скорее всего я не прав это бан иду заранее взад смотри как бы в этом посыл игры в том что она кажется добренькой а на самом деле про распухшие трупы вот про расширенных обитателей леса там и про прочие мерзости но согласен она мерзкая еще игра учит не наступать на птиц поэтому она в целом наверное полезная не наступайте на птиц эти классные так а что дальше меня там нет это кусты как же вы облажались сукины дети они упали все там прикинь в резиденты луви лучше о резидент его 4 было бы такая атмосфера а есть а такие кровищи кишки блевотина это такой яйки буду играть в эту игру так хорошо и только кресты на стенах мертвецкие птицы случайные зомби птицы зомби ужас тут атмосфера лучше чем в diablo 4 не согласен делал бы 4 кайфовая была атмосфера мне понравилось diablo 4 по бете как раз таки тем что она в отличие от diablo 3 является супер мега мрачной игрой спокойно а он свет любит да спокойно аккуратно и скорбный хор басов могучих поет псалмы брачнее тучи есть то есть нет ну ладно ладно пойдем вниз милик подожди мы уже были в похожем там кто-то стоял я знаю я же подсвечу так здесь у нас тоже есть штуки которые а мы можем разглядывать здесь у нас стало быть тоже штуки так хорошо опять крафт пойло на самом деле довольно простая на прикольно головоломка мне нравится так сады пятиугольник крест и крестик маленький так пятиугольник это так понимаю крестик маленький нюб нюб пятиугольник так это берем нам еще нужно крест а где еще у нас тут есть что-то есть ну технически она может как бы пойти до белки из той игры явно что-то знали однозначно а ну как же он их разгадывает да этими головоломками гордиться особо не стоит вот вчера бина дикте была сложная чат такой не понимал а потом покчам поставил да чё там подожди квадрат в нем ромб в треугольник и три кружка квадрат в нем ромб в нем треугольник так ромб есть квадрат есть в нем треугольник и три кружка да а еще что там есть ну когда мы проверим три кружка ромб треугольник квадрат ну вроде все пошли можешь кратко рассказать сюжет после момента когда монстр разобрал сестру гг пожалуйста но после этого мы шли к ней через горы встречали всякое так подожди куда мы пришли а зачем мы же ты у берегу утонул господи я же правильно понимаю что я сейчас по сути иду назад нет а это наверно соседние не подожди вон оттуда я пробегал или нет все похоже так у нас здесь есть ключ а это ключ мы берем помыться бы до вода наверно очень свежая да и вообще тут наверно все классно выглядит кстати говоря вот этот момент напоминает то ли код вероника то ли silent hill 2 когда за тобой как бы ну камер установлен как будто из окна кто-то наблюдает скажи круто нет эта игра несложная ну по крайней мере если ну те не доставляют проблемы головоломки там типа найди ключик пук 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 прибеги открой дверку пук пук чего-то прям супер сложного тут нет и дверь открылась и он увидел рыболовные сети и зомбара пахло рыбой опять антонина петровна не помылась подумал он я обожаю такие игры ну неплохие да стримчики выходит и что вспомнить это был момент от второго лица но ведь нет так она на время ли как дуду и придумал артур фу что такое что случилось опять что вы чё на этике что а про антонину петровну зачем это делаю уже спрашивали будет ли взгляд на хонкой star rail hope введи команду хонка английскими буквами она помогает с этим вопросом так подожди мы можем подняться теперь да может отпустить не замута тут не в этом ох чат постоянно советы неправильные дает кое-кто требует требует внимание пописала пока клада и лапами ко мне вот пишет что ты не будешь играть в эту игру а что он не будет играть вот игру а ты ты будешь я только что по моему послали матом так тут мы можем подняться наверх а тут у нас что трупы милота нарисовал цветочек долотом или ножиком вырезал я хз все еще жизнеутверждающие я видела труселя а даже если так ну типа течу жалко что ли но вообще это шорты жарко или может быть мелочка вы труселя не носите инерция работает примерно так чего сколько я не знаю это у меня какое-то проклятие ты знаешь последние игры в них во всех нужно прыгать и при этом если немного ошибешься чтоб все переигрывай гребаный кал этот только попробуй вот эта игра прохождение голому ждать мы посмотрим посмотрим там на релизе что будет в зельде я думаю в зельде это будет не главным смыслом то есть выбери хвост от экрана ничего не вижу если ты сейчас вырубишь пусть а ты она пытается запрыгнуть на системник но боится полезу я сейчас комп вырубится знаете что это кошка сделала хорошо грохот слышали или не слышали новую зельду уже вон слили пиратом блин картохер то таки что будто там большая трагедия слышали грохот был это называется называется грация кошки включи в настройках отключение кнопкой зачем это же придает определенной кековости но вырубит что такого-то господи ну вырубит будет смешно включу знаю что может пойти не так смысле что прям такого страшного произойдет если она вырубит точно опять раз два три четыре оси все а все я повторюсь в определенный момент там как бы можно про этику долго говорить но многие люди которые купили за свои кровные миллионы игры на свече допустим я просто не смогли скачать потому что не смогли в магазин попасть я считаю что это даже но не на не наебалово это это просто откровенный звездец вот и поэтому если кто-то сейчас говорит что пиратство это плохо я хочу напомнить что нинтендо сами далеко не святые поэтому тут они в жопу не обеднеют наказание собрано да мы знаем так новая история опа на это не буду звучать так а филеич still tries to heal its wounds from the dark days but at least me and my love survived and have each other мхм after the horrible which hunt we thought we were safe we thought we would have peace but then the play came to our village так чума feels like the plague is some kind of punishment for our sins maybe we deserve this сейчас упадет я не знаю это это кошка просто если вам сфоткаю чтобы вы понимали не навязываю на отключив параметрах питания и выключения системы по кнопке зачем еще раз что в этом такого ну блин смотрите а в общем кошка сейчас грохотом упадет у нее жопа висит в воздухе я понимаю что там засвечены да ладно в общем ага пусть да не зачем сейчас будет грохот потом будет много мяука не может стрим вырубиться такое это та старуха которую мы видели чего а а а а анекдот . сын приходит как маме и спрашивает мама что за креветка в зале сидит нет там креветки иди к отцу . папа а что за креветка в зале сидит нету там креветки есть вон она пошли проверить а там бабушка сидит в халате раздвинув ноги отца говорит что это вагина сын говорит да а на вкус как креветка торнадо это во первых отвратительный анекдот во вторых рассказаны неправильно а в третьих какая креветка если это кальмар господи серьезно кальмар понимаешь они креветка какая креветка ты о чем вообще это баян это настолько баян что бабушкин кальмар ни разу не слышал торнадо спасибо тебе большое кальмар странно ли это на вкус как кальмар хе 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 х вот что тут произошло то есть две истории связаны друг с другом а вот она лежит до я так понимаю многие из этих историй можно просто пропустить если вы не настолько внимательны как я в нашем детстве была креветка бабушка говорит там кальмар а бабушка ну мама сбить все уже упорот шмыгаешь пол стрима не простудился нет у меня просто сопли о нет бежим из окна кто-то наблюдает очень крутой эффект на самом деле что дверь а это стол это был стелс я правильно понимаю ты не мог обойти это все дело ладно кстати надо отметить что здесь все сегменты они максимально отличаются друг от друга да где-то в воде ползаешь где-то за тобой какие-то кусты и лезут где-то за тобой водяной мужик охотятся где-то вот такое вот ну то есть прикольно это чат из окна смотрят на это чат из окна смотрит во время с обмода кайф господи здесь стоит крест здесь мертвые понял не паника совершенно было смотрю со своим трехлетним сыном нам нравится игра топ стример kings friendly и просто плохой родитель это я тебя точно могу сказать вот это во первых во вторых ты не соблюдаешь правила площадками кто-то пришел поэтому ты занимаешься по сути обманом самого себя глупый давай съешь меня такой так хорошо смогу ли я я в проблемах может сын уже взрослые ну да в три года уже все взрослые тебя не написано 18 плюс ты сам нарушаешь правила площадки мой дорогой саракандаев который постоянно пишет бессмысленно с кого-то падает блять лицом на клавиатуре и просто к создаешь учетку да и ну типа там указываешь свой возраст если там обманываешь что-то на рынок глупая эта игра у нее есть возрастной рейтинг понимаешь типа ты должен его соблюдать иначе ты глупый дважды глупый трижды глупый мега глупый саракандаев ну давай попробуем а нам нужна какая-то штучка тысяч 5-2 съешь меня сегодня только эта игра ну походу да она в общем довольно длинная только тут нет скримеров да тут ни одного скримера один раз правда пришлось картина так ну театрально так сказать изобразить легкое удивление вот но скримеров нет скримеров не до тихо спокойно что тут происходит понял 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 спокойно спокойно без нервов короче там были перила типа ты можешь вот так вот перебраться и потом так опа и все лишь спокойно идешь вниз вот теперь крысы это у нас что лактейл бьёль это мука наверно один килограмм муки один килограмм моли понял это и правда смешно господи когда мы выберемся из этой жопы это какой-то анус просто у меня кстати пунктик по поводу ануса мне психолог сказал вы чё там нагнетаете то опять ложечки он стоит она кайф какой господи а чё ты тут висишь тебе здоровски пожалуйста не трогайте меня спокойно о блять не надо этого делать не смотрю игра сильно преобразилась пока отсутствовал у тебя было в планах проходить до лысо к атомному сердцу да все было оно есть а там часа 3 такой на короче всех побивал это он я уверен ли что нужно сюда стаскивать походу я уверен я уже вспоминаю этот как его kingdom come deliverance как мы там задвигали прихожанам с похмелья и нас потом по моему похвалили хе-хе-хе-хе-хе-хе гоут велюк ввальс гиви гоут велюк ввальс гиви гоут велюк ввальс гиви как это переводится Простите, я просто мимо прохожу А, я понял, зачем мы это делаем Я только сейчас увидел решетку, которая наверх ведет Прекрасный король Замечательно у них все получилось Я смотрю так А снизу что это? Под городом крысы Куча крыс Может это все является отсылкой? Жесть Как думаете, хватит ли мне книжек? Чтобы подтянуться? Походу нет, он спускается сам А не, нормально хватило Хотя я не уверен, что это крысы были Да ладно О нет, там что-то было О, господи боже Я думал Но я же не видел, что мы падаем Там что-то было Артур Сколько лет стримишь? О, парочку Спокойно Я вас понял Я вас все Я понял Я понял Хорошо Хорошо Спак Спак Да, я видел внизу тубу Я начинающий стример И Ну, в общем Думаю, что Наверное Стриминг это классно Они полезут за мной? Ага Так, они бегают за мной Хорошо Но они не могут попасть за мной Это ладно Это здоровско Они как будто сейчас проломят стену Такое ощущение Я не совсем уверен, на что конкретно я смотрю Ну, то есть я спокойно так смотрю Как будто ничего не происходит Они там ломают забор Дурацкая работа Пол игры просмотрела Так мы еще до этого 2 часа Redfall стримили сегодня Но это стелс Никому не говори, ладно? О, нет Я слишком много времени потерял Бежим О Нет Да потому что ты медленно забираешься Надо было, блин, как бег с препятствием И перепрыгнуть Просто как кошка Я же говорил, что они поломают эту стену Это, по-моему Нет, это не самая мрачная часть В принципе, все части там, блин В начале как бы Рубали, что попало Там кишки всякие были Опарыши Потом, блин Дети мертвые были Че тут только не было в этой игре Реально мерзость Подожди Подожди А это, наверное Может быть, это та самая Либо королева, либо король Либо сын Либо осел Бежим Бежим Без маяка Без маяка Да, мне кажется Это могила королевы Была все-таки Нормальная детская сказка Это для нас Взрослых мерзость и гадость На самом деле Это напоминает Какие-нибудь Средневековые сказки Братьев Гримм Хотя, если какую-нибудь Тысячу и одну ночь Почитать Там тоже жести хватает Сказки были Типа там Ну, братья Гримм Вот это вот Про Как она называлась Господи Про дюмовочку Или, допустим Там Про Гензели Грет Или там Бременские музыканты Кругом кровище Мясо Понимаешь Всякие там Тысячу и одну ночь Тоже Там Какого-то голову отрубили Какого-то руки порубали Вот Эти там у них Туфелька в ногу не лезет Короче На нахуй пальцы Сяд чекрыжили Смотрите, говорит Моя нога лезет В туфельку Я, говорит Слышишь, говорит Ну, типа Вот той женщины Пальцы на месте Она такая Ну, сука, ножик ему Просто ад Я не знаю Когда читал в детстве Ну, когда их только написали еще Нормальные такие сказки были Да Угу Это сейчас отредактировали Они такие Подобрее стали Это я завтра Повторюсь У меня завтра выходной Мне надо перекопать Небольшой там участок Вот Взрослые дела Фермерские Так, ладно Тут атмосферный момент Я спрячусь Это черное солнце Это Redfall Ладно Это не оно Затмение Господи Это что за цвет Иных миров Шумотево в этой игре Уже происходит Субтитры создавал DimaTorzok Ну, то есть Все-таки Грибы Он вначале Полизал, да? Это многое Объясняет Я же говорил Вот эти мухоморы Вначале Он их сожрал Господи Боже Это уже вторая фаза И накрытие пошло, да? Вначале Были шишки Да Вначале Были еще и шишки Ой, господи Ладно Welcome to Silent Hill Да, или та сказка Про девочку Которая В башмачках Классно танцевала Танцевала, танцевала Танцевала, танцевала Танцевала Потом не смогла остановиться И надоело А танцевать не может перестать Ну и ноги нахер отрубили Классная детская сказка Что тут мать его происходит Оно пульсирует У нас в руках И на небе В одном такте А я догон А я ктулгу А мораль сказки в чем была? Да Все, приплыли к горе Костан Сейчас тут кино Поэтому надо прятаться А я томат Вот Моталфак Это бабка Вот и сказочке конец А кто слушал Тому конец Моталфак Оооооо Не надо получил глаз понравилось отнюдь сказал он лучше во второй здравствуйте это 5 аленов тогда я моль я моль даст я моль она чихнула чего ваще будьте здоровы обидно такое вот она грядочка вперед-назад глаза закрой глаза бабушка и чайный гриб заткнись теперь посмотри бабуля отдохни я доеду сделаю дела и уеду кому сказано ты бы видела через какое дерьмо я прошел тебе лучше отступить блядь как бабуля этим веслом сейчас по морде то перееду за проезд бабуля лучше заплатить ох бабуля зря ты делаешь последний кто меня бесила получила 50 ножей в лицо как он выжил смотри так теперь чихать будут все я не удивлюсь заткнись камера 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 ты чё делай о боже это прицеливание я делал какой-то идиот по моему ладно не идиот но просто меня заносит как будто я пьян ой блять я не успел да это на время было да пипец ну типа на качестве попыток я походу проиграл открой глаза кто будет чихать из вас вон-то тварь ай блять игра скатилась в сон собаки не знаю по моему играть чем была изначально тем и остается она вот нормальное начало так это 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 значит у меня нет ограничения на ходы бабуля вы чё игра изначально была блять прочела который в грибах огромных бегает против шмоник о чём-то о блять соткнись можно в гласте выстрелить открой глаза у нас смотрит злоб да в смысле ну кому ну блин кто будет чихать я не вижу обижу стыгер куда сестра поделась вон она сидит а нет это я сижу а где сестра а кто это такая может быть сестра это бабка можете слишком долго шел я наверное слишком долго шел это бабка моя сестра больно тебе а потому что иди в жопу вот почему ходи стоять на постарела она как ну да просто ну наверное день не задался открой глаза и планируешься сегодня пройти и не планирую я пройду мужу финала бабуля зовут песто скандинавском фольклоре она персонификация чумы игру полная песто так отдал господи поезд мы почти приплыли сейчас будет третья фаза самая жесткая тебе разве не прямо идти нужно мне нужно победить его нет она проснулась опять тварь что ты смотришь на меня хорошо третья фаза хорошо хорошо сейчас еще просто достанет пистолет в упор разберем я не знаю скатер что я все это по твоему плохо было это было так изично о боже мой вон она скотина песто старая пирог и кэш спокойно я не посмотрю я забыл я и задумался на это это прицеливание просто придумал идиот все-таки зити я не буду отказаться твых слов и сначала здесь но реально конченый какой-то это что это кошмар надо просто блин к вам и ждать ладно здесь ну типа был неправ я тут это подписаться принес спасибо слава огромное что вы делаете кущей кого-то мне это нравится адамам сколько можно а получи спасибо тебе огромное слава он то есть и во сне разговаривает и учат так песто получим достижение чё она там говорит ося ам рот не набит сегодня никаких корма рыбков креветков буду голодать и я вам тоже он преодолел тьму то есть и спокойно он добрался до горы пусть и не плач и он смог наконец найти свою сестру что горишь хан кай надо было взять рекламную кампанию не прости вы лучше вместе сегодня будем голодать ладно чай байчу байчу блин какая прикольная игра уон но как бы за мной смотрит цвета приобретает или я теряя цвета вокруг Поток бурный, вода грязная, мерзкая. Спасибо на нем, я не байтил, я, ну, в общем, это на самом деле даже не я говорил, вы же не знаете, тут, ну, как бы, камеры нет, вот, поэтому. О, черт. А что, если от нас зависело, от наших действий по игре, чем все кончится и мы не успели? Господи, как я хорош в байтах, что происходит? На рыбах. Спасибо, дурали и дак, огромное. Спасибо, друзья, спасибо. На нем, дурали и дак, спасибо большое за поддержку. Концовки посмотрим, но мы посмотрим на ютюбе потом. Что-то мне подсказывает вообще, что мы, как бы, уже около финала, кстати говоря. Мы там, есть мнение, что мы, допустим, могли в определенный момент Хульдру тоже не убивать, потому что там появилось КТЕ с замахом, я его нажал. Я мог не нажимать и посмотреть, что будет. Может, я проиграл бы просто? В игре одна концовка. Все, все, ни слова более. Все хорошо тогда, хорошо. Достигнув вершины, Оля почувствовала сожаление. Хорошо, как мы это сделаем? А, я понял. Он далеко не всегда поймешь, что ты вообще можешь пройти. Воу. Теперь перед ним стояла гора. И ему хотелось попросить у них прощения. Оля почувствовала сожаление. теперь это экшена третьего лица он так было третьего лица но вы понимаете на это хоррор версия джорни ну может быть есть что-то похожее кстати он достиг цели на которую указал его туго на оле вошел в горные чертоги полной решимости отыскать сестру о дорогой океану ривз можно я пройду как будто кто-то ходит вокруг живи ней здесь из форса мрил cookies яй спасибо рэр стикс качача новая книга спасибо друзья спасибо большое за поддержку байт получается был великолепным совершенно не корявым и совершенно не каким-то ты знаешь неуклюжим а таким классным я которые любят погорячей но никто не любит чтобы было так горячо тося не рви душу спасибо сёшки я знаю про эту книгу да я ее читал верхнюю книгу мы можем по новой прочитать эту книгу мы читали книжный червь измученный окровавленный и полный отчаяния король мисс пришел в дом ведьмы на окраине королевства он упал на колени умоляя ведьму вылечить его сына это согласилась ведьма объяснила что цветок обладает огромной силой которую проще обратить во зло чем во благо ведьма наказала королю использовать лишь один лепесток если съесть весь цветок это приведет только к смерти уларик начал поправляться но кровавый поход короля вызвал недовольство подданных вон они там сзади сидят недовольные такие кстати улрик похож кое на кого на следующий день король нильс нашел своего сына мертвым и последний свет сдерживавший тьму в его сердце погас на кого же он похож горе овладела королем он обратился к цветку который обещал жизнь и вместо этого увидел в нем спасение от страданий ведьма приехавшая навестить короля и принца в отчаянии наблюдала за жуткой сценой она возвела над королем гору и сковала его тем же терновником которым он опутал все свое королевство вот оно что и по сей день тролли кормят его в наказание за его злодеяние вот бы меня кто кормил наказание за злодеяние если бы еще не знаю гречкой с тушенкой я согласен такой сценарий да нормальный пуман мяурия спасибо за 100 буб по носикам эвана и тося видите как я хорош в байтах просто невероятно вот и он кайфовый стиль в игре тушенка некоторые любят погорячей привет арту спасибо за игру нам понравилось обли ей и зам больше чем три спасибо друзья все 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 спасибо мрот набит всех обнимаю спасибо большое за поддержку спасибо большое за то что платите мне зарплату и в общем нацеловываю десна теперь тихо у нас финал хорошо спасибо какой же бог байтов божечки мои боже да мы это мы читали вот это мы как раз читали что за жаба король был вот чем вопрос только не говорите что мне придется думать так сыном с маленьким сыном просто сидят довольные я так понимаю нужно будет так отсюда мы пришли да это стул вот сидим на стуле кайфуем эта дверь облизана так это красивая штука шкатулочка и огромный камень который растет прям в центре комнаты и кубок из которого испили явно что-то нехорошее сначала кто-то испил а потом зарезали сюда нужно две стрелочки и потом мы будем делать кто же этот пацан на картине я не знаю честно говоря ни одного подозрения опа-на ему прям подошло так интересно интересное совпадение стрелочка это спальня принца да это именно она опа так пока что поворачивать не будем же 2 типа 2 не знаю дверь открой мальчик дверь не хочешь он 2 а что если что если 2 которые любят погорячей то есть и на вкусняшку больше чем 3 спасибо тамиры 2 2 видимо мы чего-то еще не знаем 26 26 26 так нам нужна еще одна стрелка друзья пока что не подсказывайте мне я понял что на картинах подсказка и не просто так тут блин очень сложный головоломка вот тут вот что это по ходу мои игрушки интересно это все собранные мной игрушки или что опана ножик знакомый одна хульдра его оценила здесь похоже все собранное за игру возможно или нет фигурка короля нилса так мне нужна еще одна стрелка где взять может быть мне нужно как-то в общем взять и таким образом как бы ну в общем и попробовать что там 9 это 9 или наоборот это просто 10 да какой 10 там еще палочка вы не видели что ли вы чё долбите господи какой ужас у меня чат глупый а нет нормально это просто 10 все глупый 10 26 некоторые любят погорячей но никто не любит чтобы было так горячо привет аптипка тут такая теория появилась ведь любая девушка которая проснется в постель с главным героем джедаев автоматически станет джонни депом ведь в ее кровати кал близон стример серпантин какуна какая отвратительная шутка впрочем ничего нового спасибо тебе фон между тем дамы и господа на этой отвратительной ноте я хочу обратить ваше внимание на то что стрелке нужно 3 6 2 10 а стрелок у нас ни одной вот ну вернее одна следовательно ватафак мазафака можно пояснить за шутку нет нельзя иначе нас забанит а может быть слушай как с сейфом там 6 2 10 смотри у него кубок кубок это 6 потом штуку вот это 2 6 2 смотри видишь шкатулка 6 2 9 опа на так смотри бля не знаю это вот так вот наверно и вот так вот так мне кажется не вот так 6 ой какой 6 6 а перепутал до 2 это 4 лол ой какие мы умные вы же знаете что я не знаю до римских цифр вообще не знаю чего привязались господи чел я сижу тут уже долго отстанет меня зато все открыл без вашей помощи вот этот чат души то души так открыт ключ короны на нем следовательно мы теперь с помощью этого можем попасть сюда первый раз ошибся за долгие годы с римской цифрой это на чем сидишь так долго дорогой эго если я говорю что я сижу это не значит что я на чем-то там прям сижу ну то есть ты понимаешь что у тебя какие-то проблемы глупый какая-то алиса пошла не а а а а а а а господи какой же кайф здравствуйте спокойно а а что это мать его там такое вспыхивает а что это там бубухает такое как думаете оно на время понял это молот так спокойно давайте прячемся сначала а потом уже я буду пересаживаться поудобней что тут тролли то забыли ну они тут наверное чинят всякие сказали что тролли будут кормить там и прочее дайв дайв чел лезь лезь сюда вот мохот молодец давай кто-то мать его ходит такой а там еще один тролль нет нет повезло хорошо хорошо ладно ладно ой блядь нормально облизан а вы говорите нормально ребят технологии такая пройду здесь или упаду дать попробуем блин очень прикольно сам я не знаю игра клёвая она прям классно напоминает одну игру где тоже были я не знаю то ли это было inside но вроде не inside то ли это было как он там называлось то somerville или как называлась где мы там с инопланетным вторжением сражались что похоже короче было в какой-то игре подобное облана сейчас элден ринг inside был я кстати inside очень слабо помню может быть как-нибудь нибудь может забуриться мне ну там от и кудзе такие да 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 inside то-то давай продолжай до ворота которые должны были оставаться закрытыми отворились скажи пожалуйста есть шанс у тебя увидеть кауп шутер по звездному десанту 15 числа выходит не знаю друг не знаю сам не знаю пока папа это я горный король который должен был быть заключен на веки явился миру ему нужно было добраться до мешка прежде чем лили мор станет обедом великана помните жду ляда который тоже сидела в скале такой и ждал пока папа горный король проснется возможно он ходит где-то здесь возможно он это я и это сиквел это многое объясняет мальчик походил по поверхности ему не понравилось и он вернулся но ему нахуй этот ваш внешний мир наружу говно и пошел обратно такое и не уверен я не вижу куда я иду слишком я маленький я видел меч я не уверен пока не туда слишком далеко бежать видимо все таки в том углу что-то надо делать можешь озвучить игру гнусава могу но не хочу испытываю легкие приступы кринжа тату то есть я могу по нему лазить по как какие-то делаю по ржавчине это какая же ржавчина на нем а теперь куда направо потом не вылетки будто можно прям забраться ой в них она забраться так далеко чтобы так тупо помереть да не лезет он на навершие сейчас еще раз попробую окей хорошо ладно вот тут тут токон что он упирался нет подожди где-то он упирался он только что не лез вот а ой о о о все знаешь чё чат временами так хочется вот ну прям сказать тебе вот как говорится от чистого сердца вот сюда так ты временами бесишь ужас просто господи я жажал и не лезла а теперь лезет когда чат сказал что вот лезть туда я подумал это очевидно я нажал а он не лез папа а попроснись не все люди убиты надо добить это что там это наша сестра которую мы спасаем ради которой мы сюда шли господи короля кормят детьми которых ворует тролль мне уже как лезет они больше не лезет они выяснили что они это но и и и и и Продолжение следует... 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 можно меня не бросать на пол больше господи дистру выпусти у нее два выхода как минимум источник проклятия расцвел король мильс вырвал терновник растущий за его спины и покончила с проклятием лили мор ждала наверху внутри горы разве не в его желудке я согласен спасибо лет шмекс ими Мои! 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 Мои!",cimento и солнце". У-о... господи ты могла хотя бы выйти как нибудь по сказочному ты просто вырезал его вырезал из кишков могла бы там и появится нет господи боже мой эта игра блин жалко у туго остался последний подарок для олли ну ладно хэппи-энд как по сказочному ну блин как в эсвентури втором из носорога вот этого бежим и со смертью горного короля его тюрьма начала рушиться бога лемус никогда бы не оставил своего единственного друга в беде пойдунки пойдунки а а но и 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 на и слева хотя это не точно возможно собрали все хотя нам ачивки давали снова дома однако темнота снаружи не пугала ее потому что она знала что у нее есть брат ну вот такая игра добрая жизнеутверждающая такая максимально учащая хорошему вот на самом деле отличная игра мне очень понравилась прям очень клевая по моему прикольно в ней симпатичная графика и клёвый гипплей чаще надо понравилось до понравилось прям кайфовая кишочки опять же местами скример очки я ни разу не напугался за игру кстати говоря это ну как бы очевидно вот под конец прям трэш пошел но это хороший трэш был весело у вас тут престарелый кратес пытается навалять какому-то зуммера ну да это по сути год оф вар 3 короче мне игра понравилась режь своих врагов этому учит ты же смотрел на экран неужели ты увидел фигу музыка очень крутая все круто и понравилось я короче не зря я ждал с удовольствием прошли а чё с королем но он умер получается концовку объясните ну они выбрались в результате и все а что тут непонятного с концовкой они выбрались и ну в общем после этого зажили спокойной жизнью под конец реально атмосфера dark souls даже говорю там блин как будто такое ощущение сейчас о элден ринг лучше форс полкина для того чтобы быть лучше форс полкина нужно просто быть понимаешь это все был сон девушки девочки или шо нет это не был сон девочки почему они такие маленькие лилипуты я не знаю но кстати может быть это ему мог быть сон девочки но нет я думаю нет мне этот король напомнил короля из старого дарка как все внимательно смотри нет но просто тут есть вопросы которые можно задавать верно вот страна гигантов не совсем понятно что тут в каком мире это вообще все происходит там прямым текстом сказано что это воспоминание не 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 подожди воспоминание которое имело место быть или это был сон мы про это и говорим unreal engine напоминаю ну игра мега оптимизирована по моему вот как и dead island 2 то есть люди могут на этом движке работать некоторые делают star wars джедаи и сурвайвер да некоторые делают короче игра просто обалденная по моему но конечно не могут возникнуть некоторые вопросы в плане жестокости могут возникнуть некоторые вопросы в плане того что некоторые захотят наверное получить детскую сказочку а получит просто трэш кишки и вот это и кишки и трэш и трэш и кишки и трэш вот это пер пергюнт артур по пьесе видимо сделано может быть observation штук да нет и что-то засыпаю блин я пойду наверное сейчас в душ кстати в игре действительно есть достижение на 100 ударов по хюльдре вообще это типичная швеция а ну-ка я посмотрю на ачивки вообще которые здесь есть что у нас здесь есть по ачивочкам так это бенедикт фокс это не то ну-ка посмотрим у нас не все ачивки полученные это если что ваша вина мясник победить мясника накин так это все такое найти фигурку гнома ачивка не подожди это у нас полученные собрать все деревья мы три не собрали чат ну куда ж ты смотрел господи попасть яблоком в цель это можно было сделать спаситель завершите путь по ловушкам без каких-либо жертв среди гномов но это тоже была вина на самом деле чат так далее выпинать кого-то там из пещеры кого-то надо было выпинать из пещеры так найти фигурку лили мур найти фигурку тувы так после этого найти фигу три фигурки вот эти короче говоря после этого полностью пройти игру без смертей или рестартов не на это трэш и два скрытых достижения ну короче вот такая вот игра мне очень понравилось надеюсь вам тоже понравилось это прохождение мы сегодня два часа играли до этого в редфол и после этого пять часов получается в эту игру час от ни туда ни сюда поэтому я наверное сегодня не буду упираться там у бенедикта поэтому просто закончу в девять вот и короче есть одна игра меня прямо расстроила сегодня вчера повторюсь на редфол я как бы допускал что из коопа возможно не распробовал игру и в соло она на самом деле по-другому играется но сегодня так сказать достаточно плотно посмотрели игру и в общем она безнадежно не знаю я думаю что это патчами не починить игра просто херовая вот и все что про нее можно сказать зато брамбл то есть ежевика ну довольно классная спасибо большое за компанию друзья спасибо большое за донат и спасибо большое за то что вообще как по сегодня провели вечер со мной хорошего завершения вечера вам сегодня и увидимся на следующем стриме завтра возможен стрим но скорее всего я после того как перекопают там вот эти фермерские свои дела буду уставший и потом буду жарить шашлык не знаю посмотрим а может быть стрим будет тем не менее подписывайтесь на телегу вк и дискорд там проверяйте если вам это интересно а если нет то ну типа не делайте мне мозг всех обнимаю целую приподнимаю кручу верчу обмануть не хочу всем пока а и Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!